включая запись и вас всех приветствую всем здравствуйте на меня зовут антон мартынов вы находитесь на занятии по разбору фотографий учеников то есть тех фотографий которые вы мне прислали сразу хочу сказать что приурочен этот класс к тому что но и наш мастер-класс до приурочен к тому что мы с вами находимся на площадке profile school который устраивает день открытых дверей на этой неделе у нас очень много разных на преподавателей выступает я в том числе есть другие классы которые проходят час мастер-классы да и есть вам интересно то что преподает то что рассказывается в нашей школе то можете посмотреть и изучить выбрать нужное вам направление выбрать нужный вам мастер-класс чтобы прокачать свои навыки по основным направлением которые у нас представлены это графика фотография видео 3d аудио искусство мы уже успели обучить 69 тысяч студентов это целый город причем не маленький город это большой город людей которые получили образование у нас 60 курсов и 10 лет на рынке 10 лет на рынке что было понятно в компьютерный это это конечно скорее больше из мезозоя не из мезозоя но по крайней мере очень давно то здесь этот очень много в компьютерном мире там один год за 10 лет вот ну хорошо за 5 как минимум за 5 так и меня зовут антон мартынов если кто не знал я профессиональный фотограф ретушер эксперт по выбору фототехники автор курсов и статьи по фотографии некоторые эти курсы а чуть попозже вам про них расскажу какие они у нас есть да и чтобы можно было на них записаться образоваться там плюс еще бы приятные бонусы про которые поговорим чуть попозже программа нашего класса разбор работ танцы нет конечно же на обучение в школе профайл и ответ на ваш вопрос если они что-то будут небольшое предисловие которое хотел бы в начале обязательно рассказать такой для разгона для такого набора скорости вот давайте обсудим некоторые важные моменты потому что если мы хотим как-то обсуждать фотографии нужно понимать критерии ну то есть нужно понимать что же мы берем за основу на что мы ориентируемся что мы будем считать хорошо что плохо да и так далее там подобное так чтобы нам правильно можно было разбирать фотографии нужно понять кто участвует создание фотографии всего на самом деле не так уж и много участников фотографического процесса это заказчик то есть тот человек который заказывает собственно говоря музыку работу да и кто-то стоит у истоков получения фотографии то есть коммерческая фотография то это отдельный человек или отдельная организация которая приходит фотографа и говорит нужно сделать такую фотографию а если это творческая работа заказчиком является сам фотограф он сидит и говорит хочу к я сделать вот что-то такое что-то такое что-то этакое и он сам выступает себе заказчиком фотограф это исполнитель задания опять же если мы говорим про коммерческую работу то это разные люди заказчик и фотограф от разные люди если мы говорим про творческую фотографию то в большинстве случаев это один и тот же человек, то есть он сам себе заказал, сам исполнил. И есть еще третий человек, участник фотографического процесса, это зритель. Тот, для кого это все ориентировано, на кого это все рассчитано, и кто будет, собственно говоря, потребителем готовой работы. Кто на него будет смотреть. То есть вот три основных таких актора, которые участвуют в создании фотографии, которые участвуют в фотографической жизни. Чтобы нам как-то можно было говорить хорошо или плохо получилось, или фотография удалась, не удалась, чтобы давать какие-то оценки, нужно понимать, что хочет каждый из этих людей. Ну или что он хочет получить, какая у него цель. И тогда мы сможем говорить да, вот эта фотография одна удалась, потому что, допустим, этот человек получил тот и тот и тот. Заказчик получил деньги, например, за хорошо выполненную работу, это принесло ему финансы. Фотограф получил деньги и славу за хорошо выполненный заказ, ну и так далее. Зритель получил наслаждение, ну всех разные бывают моменты. Вот, и поэтому давайте посмотрим, что же важно для фотографа. То есть для фотографа ну есть какой-то набор вещей, которые каждый фотограф хочет получить. Это признание славы. Это тщеславие, да, как раз, помните, говорил, адвокат дьявола, он говорил, да, что фильм адвокат дьявола, там дьявол говорил, да, тщеславие самый лучший мой из грехов. Ну, действительно, да, мы хотим признание славы, мы хотим деньги, влияние, это идет через черту, потому что это очень близкие вещи, хотя они разные, конечно, да, но они близкие по сути. И какого-то личного роста, самопознание, самовыражение мы хотим. То есть вот с точки зрения фотографа, что хочет фотограф, да, что ему-то нужно получить от этого всего процесса. Славу, деньги, личный рост. Ну или там признание, влияние, самопознание, самовыражение. Вот такие вот моменты. Если вы что-то найдете еще, можете добавить, спокойно, да, в чате добавить, что что-то там такое. Так, надо понимать, что не все зрители одинаково участвуют вот в этом как раз получении того, что нужно фотографу, да, не все одинаковый вклад вносят, и есть такая пирамида зрителей. Внизу находится основная масса людей, которые на самом деле не очень разбираются фотографией, в этом нет ничего страшного, они вполне нормально, то, что они не разбираются фотографией, они разбираются в чем-то другом. У них есть огромное количество людей, которые смотрят, конечно, фотографии, но они ничего не могут дать фотографу. Они ничего в ней не понимают, в этой фотографии серьезно, они не хотят в ней разбираться, они подходят к ней довольно поверхностно, они, как правило, оценивают работу, нравится, не нравится, вот, и даже если бы они оценивали как-то по-другому, все равно это та огромная категория людей, которые фотографы ничего не могут дать в кавычках ни денег ни денег ни слава это мой так говорил руководитель на одной из работ он говорил да что это вот работа нам ничего не принесет ни денег ни славы в принципе то же самое можно сказать про эту категорию людей это основная масса который ничего фотографу дать не могут то есть даже сама выразиться не может потому что никакого фидбэка от этой большой категории людей у него нет он не может понять правильно делать неправильно донес он свою мысль да не донес следующая категория значительно более много малочисленная она значительно более компактная это люди которые уже начинают что-то понимать фотографии в искусстве в творчестве вот и у них уже есть какое-то понимание того что хорошо что плохо и вот эти люди могут дать признание фотографам иногда могут давать деньги ну там уже да все зависит от разных условий но тем не менее более такая узкая прослойка и вот там уже что-то начинает такое срабатывать но этих людей уже просто фотографии не удивишь им уже просто графе не интересно они уже присущены каким-то образом присущены изображением поэтому нужно что-то более сложное более интересное вот они более требовательны ну и на самом верхушке это пирамид находится самый малочисленный класс людей которые хорошо разбираются в искусстве ценители искусства которых хорошо понимает творчество который хорошо понимает технический процесс не вот там эти люди могут дать вам и деньги и славу и все остальное что вы захотите что пожелаете но вот их еще сложнее удивить их еще сложнее как-то зацепить потому что но эти люди которые уже многое видели для них это уже многие вещи пройдены этапы поэтому нужно делать что такое чтобы они не видят ну то есть этот момент нужно понимать что есть некая пирамида мы к ней еще будем обращаться когда мы разбирать работы я буду не делать отсылки вот и что было понятно почему одни работы могут зайти а другие не могут зайти да почему одни работы дают что-то другие не дают вот тут есть такая пирамид на которую стоит обратить внимание а чего хотят зрители ну то есть понятно чего хотят фотографы чего хотят заказчики мы тоже понимаем да то есть тут все довольно понятно а чего хотят зрители от просмотра фотографий тоже есть определенный набор того чего они хотят то есть они когда смотрят а графе они что-то хотят получить замен и так что они хотят эмоции это одна из таких вещей которые хотят люди получить то есть посмотрел на фотографию испытал эмоции фотография какими-то символами которые есть самом кадре рождает у человека эмоции то есть заставляет его что-то переживать переживать там радость веселье грусть печаль тоску и ностальгии неважно какие тут эмоции переживать но чем сильнее будет эмоции тем в принципе лучше будет фотография да так все устроено что чем мощнее вот такой фидбэк да тем получается лучше чем больше людей заценят зацепит эта фотография тем лучше опять же да если она зацепит небольшую категорию людей это тоже хорошо это тоже очень здорово но это будет означает то что фотография на рассчитан небольшую категорию людей они хотят короче эмоции на второе что хотят люди и что было бы очень здорово если фотография была какая-то мысль а что имеется на мысль на какая-то идея который человек увидит и о чем-то задумается, глядя на эту фотографию, то есть вот он увидел и понял, а вот, а если б я так был на месте этого человека, что бы я сделал? А как нужно правильно поступить? А как неправильно? А вот что, вот хорошо, что плохо, да? Что такое добро, что такое зло, и так далее. Какие-то вот мысли, которые рождаются у человека при просмотре фотографий. Что нам нужно сделать, чтобы такого больше не повторялось, или наоборот, что нужно сделать, чтобы такого было больше, например, да? Это вот мысли. Ну, информация. Есть еще третий пункт, информация, это в меньшей степени хотят это люди получить но тем не менее если вы будете показывать что-то интересное то они тоже будут с удовольствием и смотреть ну и серии того что не видели раньше то есть если я буду показывать зрителям не знаю там смартфон свой дата никому не интересно потому что во-первых смартфоны все примерно одинаково вторых у меня старенький смартфон поэтому никого это не удивишь и никому это не будет интересно если сделаю фотографию смартфона если пья дело фотографию не знаю там каким-то образом попавший меня в руки там айфона новой модели то возможно возможно я бы вызвал бы какую-то на легкую ажитацию в народе это не факт да потому что раньше это было очень важно сейчас это уже не так важно и времена меняются и уходят вот эти моменты поэтому если какую-то новую модель ну может быть да я кого-то могу привлечь но тем не менее да вот есть информация если она новая если она свежая если она интересная то вполне возможно она тоже может представлять ценности соответственно хорошая фотография то в которой есть вот эти вот основные моменты эмоции мысли информации если есть что-то одно из этого уже хорошо если есть два или три пункта это вообще замечательно можно добавить еще сюда один пункт помните мы говорили то что есть еще заказчики да вот их тоже можно сюда внести как неких косвенных зрителей то они еще хотят чтобы выполнить техническое задание было да и что все было максимально по возможности качественно ну такая вот история что хотят зрителей поэтому когда мы сейчас будем анализировать работу мы будем стоять позиции зрителей говорит что зритель то вот может ли но получить что-то от этой фотографии не может что это получить поэтому очень важно вас просили при загрузке фотографий писать ну собственно говоря техническое задание на создание этих фотографий то и что вы хотели получить некие краткие комментарии вот это важно да это как раз то самое техническое задание есть техническое задание может быть дано сама самому себе или творческой как хотите называть ну называть технической на самом деле она может быть и творческим а то есть вы можете выдать самому себе ну и серии хочу я снять вот там не знаю там какой-то невероятной красоты девушку чтобы у всех прям вот возникало прям ощущение что хочется и облизать не знаю ну что такое к примеру то дальше уже идут какие-то приемы которые я могу использовать чтобы всем захотелось там эту девушку себя пригласить в гости не за что еще сделать там и так далее там подобное то есть вот это будет вот так работать есть задание который цель который передо мной стоит а дальше и выполняю используя разные приемы иногда вот это задание бывает несколько смутным таким очень таким малопонятным то есть от ним очень знает что он хочет то есть у него есть какое-то ощущение есть какие-то мысли она не вроде таки не сформулированы вот и он что такое пишет или говорит сам себе довольно странные вещи поэтому это тоже нужно внимательно изучать то есть вот сейчас мы тоже будем говорить проект про техническое задание но мы назовем техническое задание в кавычках потому что здесь технически творческое задание наверно было бы правильно говорить вот и вот эти комментарии которые вы писали они будут выступать в роли вот этого как раз вот задание от которого мы будем отталкиваться но такой треугольничек до который собой представляет эмоции идеи информацию такое собственно говоря великолепное трио вопрос такой а почему зрителям важно давать то что они просят нельзя ли обойтись без этого как сказать типа да и ладно я сделал то что мне нравится а вы идите лесом ну в принципе конечно можно можно так поступить никто не запрещает поступать как вы хотите но есть нюанс нюанс заключается в том что вообще мира очень сильно перегружен визуальной информации ну я думаю вы сами знаете да реклама со всех сторон плюс мы перестали там написать письма мы теперь пишем там очень часто вместо там сообщение моде отсылаем до или смайлики вместо ответа на какие-то сообщения то есть используем графическую визуальную информацию которая заменяет нам слова и которые заменяют нам эквивалент эмоций и люди стали просто больше использовать визуальный язык в общении и если заходите там в программу при каким вы пользуетесь то зачастую вы можете увидеть вместо названия каких-то пунктов увидеть там пиктограммки да то есть какие-то символы иконки это тоже визуальная информация вы приходите в лифт и в лифте нет надписи закрытие двери там есть значок со стрелочками на который обозначает что если вы нажмете на эту кнопочку то дверь закроется и открытие дверей да и все пиктограммы стало ну не все но очень многие вещи стали визуальными образом отображаться это я к чему к тому что ну огромный поток информации обрушивается на человека просто гигантский поток и очень много визуальной информации при этом и поэтому наш мозг как довольно ленивая часть нашего тела на он старается все время минимизировать затраты поскольку он самый затратный примерно 20 процентов энергии которые у нас есть всего в теле вырабатывается тратится на жизнедеятельность мозга даже если он там находится состояние покоя там 18 процентов да если там начинаем думать то там может быть больше огромный идет затратный ресурс на мыслительные процессы на обдумывание на осознавание то что мы видим это что мы слышим и поэтому мозг говорит что есть возможность как-то полениться меня не распознавать какие-то образы не смотреть на какие-то визуальные штуки то лучше это не делайте и начинают фильтровать то есть мозг человека начинает фильтровать он просто не видит то что ему не хочется видите поэтому важно чтобы ваша работа были замечены чтобы их видели и в общем целом фотографам уже давно приходится делать какие-то довольно сложные вещи довольно непростые какие-то делать телодвижению чтобы то что они хотят донести зрителям чтобы это увидели да то есть приходится как-то довольно идти нам на большие хитрости но есть один нюанс который заключается в том что до недавнего времени что получить картину у нас было всего лишь изображение да все лишь в общем два таких грубых пути было это один путь можно было пригласить художник который нарисует изображение или можно было пригласить фотографа который сделает снимок то есть вот два у нас пути собственно говоря 3 что такого не было вот и фотограф мог снимать хорошо мог снимать плохо но альтернативой ему никакой кроме другого фотографа не было то есть один фотограф не справиться на другой фотограф и в принципе фотографы то есть и люди которые освоили фотоаппарат купили вот этом научились им пользоваться они понимали что у них идет такая внутривидовая борьба то есть они соревнуются друг с другом и в этом плане было понятно как соревноваться и понятно что делать но времена опять же я говорю меняется и появляется альтернатива генерация текста image который делает прекрасные совершенно картинки без участия фотографа модели фотоаппараты и прочего 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 показывает вот такие вот изображения делает вот и даже может делать известных людей пожалуйста тоже генерация вот есть даже специально такое сеть который прям называется аналог diffusion который делает похожих людей то есть не настоящих но похожих людей чтобы засудить нельзя было но они были похожи на известных личностей на несовпадение стопроцентное но тем не менее все знают про кого это вот и такое тоже есть прекрасно они справляются с генерацией изображения эти нейросети прекрасно делают стилизацию могут делать вам очень жизненные фотографии да где-то они там пока еще могут делать что-то неправильно где-то они могут делать не очень хорошо но в целом справляются и задачи очень неплохо и главное прогресс у них конечно капитальный да ну вот может делать такие вещи которых сделать обычным фотографов было бы крайне сложно крайне тяжело вот и я почему так про это говорю да потому что это еще одна такая подпорочка дыхания в затылочек появилась до такой мощный на со стороны нейросети которые дышат фотографа тоже спину помимо других фотографов которые изгаляются чтобы их работы были замечены помимо этого еще и нейросети всегда про это говорю и не забывайте потому что многие люди просто не сознают пока еще по сути по чатам судя потому что люди пишут там фотографический чат да они просто не осознают масштаба того что на нас надвигается и уже надвинулась скажем так вот но пока они все так плохо у нас есть в принципе небольшой задел и в чем наш пока выигрыш во времени в том что та система которая сейчас используется нейросетях тексту имидж она довольно горбатая по своей природе по своему определению потому что люди ты словами не могут друг с другом договориться да то есть вот они общаются живут люди там несколько лет вместе муж и жена например и друг друга не понимают эти несколько лет хотя живут вместе а такое случается сплошь и рядом и люди друг друга не понимают слова очень плохой способ передать какие-то эмоции настроение какие-то мысли довольно корявый инструмент про занимением другого мы пользуемся этим да но вот он довольно неудобно он довольно громоздкий сложный с большим количеством каких-то кривотолков если люди так друг с другом то не могут договориться то что же говорить там про какие-то нейросети которым нужно сделать конкретную какую-то вещь и ты не можешь словами сформулировать что-то от нее хочешь вот и вот эта генерация до требует составления правильного запроса этот творческий процесс тоже это большой плюс для нас потому что это тоже подбор каких-то творческих вещей вот поиск такой да это тоже получается некий творческий труд вот еще один плюс который сейчас еще пока работает что запросы пишут люди которые далеки от творчества то есть сейчас вот эти темы развивают в основном текст и имидж это геймерская программистская среда ну то есть там начинаются дизайнеры но пока дизайнеры туда не хлынули в силу как раз 4 пункта из-за того что нет нормальных интерфейсов и сделать что-то нейросеть может ну какую-то картиночку сделать конкретное изображение где не знаю там вася попкин смотрит строго там наверх да и он узнаваемые что он там похож на себя настоящего да и что он одет в какую-то конкретную одежду чтобы это не было какой-то фантазии чтобы он не наделал там 6 пальцев на руках да из 148 зубов во рту пока с этим довольно тяжело и вот эту интерфейс общения пока нормального нету нейросети вот эти четыре пункта не дают нам пока еще гэп некую такую надежду что мы еще что-то можем сделать вот и восстание машин пока всех нет меняется на но отложено вот что же делать что же делать развиваться вот и как говорила королева в зеркале она говорила что что бежать нужно бежать со всех ног чтобы только оставаться на месте а чтобы куда-то попасть надо бежать как минимум 2 быстрее вот это небольшой такой предваряющие было такой вот рассказ почему это важно и опять же объяснил зачем это нужно тоже надеюсь объясню теперь потому что когда мы будем разбирать работу я буду говорить что вот это вот там хорошо это плохо на мой взгляд на это удачно это неудачно это поможет от не поможет ну и так далее да буду какие-то давать комментарии отсылаться вот к этой первой части что почему это нужно и вот какие-то основные моменты которые мы там перечисляли это наши критерии по оценке работы вот это если говорить такую вступительную часть ну что же давайте смотреть давайте разбирать то что вы прислали давайте будем разбирать работы так вот у нас прям в начале прям пойдем по алфавиту мы скорее всего не все сможем разобрать работу потому что их довольно много на и еще один момент хочу сказать да что ну некоторые я буду дольше про них говорить некоторые меньше буду говорить вы должны понимать что в этом нет ничего страшного нет никакой дискриминации нет никакой обиды то есть не было чтобы такого знать вот вот вы там чью-то работа разбирали полчаса мою три минуты да вот и что был как же так в общем все плохо все ужасно каждому должна быть там и моя и моя и моя у нас нет такой задачи у нас есть задачи все-таки как-то вот попробовать понять ход мысли да и поэтому надеюсь что разобрав какие-то основные работы мы поймем и вы поймете какой ход мысли у зрителя существует сейчас данный момент ну конечно постараемся как можно больше разобрать как можно больше посмотреть на еще один важный момент который я тоже в начале хотел бы сказать такой дисклеймер такой дополнительный что иногда люди присылают свои работы на разборную я просто не первый раз этим занимаюсь да и поэтому прекрасно знаю люди присылают свои работы не потому что они хотят получить критику а потому что они хотят получить социальное поглаживание социальное поглаживание этой серии того чтобы люди посмотрели на их работы и сказали ух ты какие классные работы вы такой гений вы такой замечательный не такой творческий человек все так хорошо это то что обычно папа с мамой нам делают когда мы нарисуем каляку маляку они прикрепляют магнитиком на холодильник и нам говорят какой ты молодец антоша как ты все сделал как то очень хорошо красиво нарисовал корабль корабль кривой косой но родители нас любят и поэтому говорят нам всегда хорошие ободряющие слова есть конечно нормальная семья то все в принципе обычно вот так это выглядит и вот есть люди которые приходят за этим социальным satisfying и я не буду их раздавать и поэтому я вам расскажу прям сразу скобом всем сразу то есть вот так вот на эти вот соберу всех вместе скажу друзья вы такие офигительные такие классные такие творческие такие замечательные вы такие гениальные прекрасные нету то есть кто хочет сSEART и поглаживание разбирайте сколько угодно я могу наговорить вам их очень много вы просто супер вы просто супер вы просто великолепны да то есть вот чтобы дальше я мог потом только ругаться и бухтеть над фотографиями ну вот можно в принципе на этом выключить как раз да если у вас есть какая-то болезненное ощущение от критики и вам не очень хочется чтобы что-то там говорили что ваша работа не очень удачно это вот на этом моменте можно же выключать ну по крайней мере звук я буду махать руками и говорит что вы такие классные вам будет казаться что это продолжение на всех этих комплиментов но это я сказал то конечно шутка но в целом конечно в этой шутке тоже есть только только доля шутки так ну что ж поехали нам нужно смотреть обязательно то что вы прислали почему важно писать описание я уже говорил это некое техническое задание которое вы себе выдавали без технического задания оценивать работу бессмысленно почему потому что на если я буду оценивать работу не глядя что же хотел сделать то очень легко можно сказать эти типа я скажу что а чего это не за там человек в лесу зачем это нужно кому это важно на человека я так и хотел в лесу и получается у нас как бы я даю какие-то комментарии советы что можно сделать и что можно исправить а звучит например может звучать да такая вещь что вот типа я так и хотел так и было задумано поэтому вообще в идеале это техническое задание нужно писать до того как вы сделали снимок то есть до того как вы сделали фотографию до того как вы сделали вы должны для себя некое такое составить примерное понимание что вы хотите сделать поэтому описание который вот вы пишете слова не должны быть описать то есть не должно быть такой комментарии серии того что мне хотелось фотографировать девушку это не цель это не цель это не задача тем более что современная техника прекрасно позволяет снимать девушку юношу собачку кошечку кого угодно и прекрасно отлично она попадает фокус современные фотоаппараты она прекрасно работает с экспозиции она там не промахивается там по динамическому диапазону зачастую да все делать хорошо и автоматически баланс белого прекрасно современных фотоаппаратах работает поэтому именно вот такая задача которая была раньше очень актуальна мне хотелось сделать снимок технически сложно вот я сделал его наконец я молодец да это было примерно в начале двадцатого века да тогда можно было говорить ну сложно сделать да вот ты сделал ты молодец да можно было хвалить до середины двадцатого века можно было говорить что вот да это сложно потом стало проще проще и проще потом значит там появились там фотолабы в которых можно печатать появилась там техника с автофокусом появились дополнительные плюшки и сейчас мы вкатываемся в эпоху современных цифровых фотоаппаратов которые очень много на автомате делать прекрасно замечательно поэтому хвалить за то что он там нажал на кнопку на получился результат смысла нет это вы поймите правильно то есть вот такой тоже момент важен и поэтому важно творческая задумка которая стояла перед фотографом и как он ее исполнил вот тут можно давать рекомендации знаю чего хотел получить человек и так так нужно понять что здесь у нас здесь что вот хотелось передать давайте посмотрим одиночество сильного человека живущего в далеком северном крае да если я правильно понимаю да вот мы смотрим что мы здесь видим значит как можно понять что мы здесь видим и насколько то что мы видим здесь в принципе то или не то что нам нужно в фотографии есть вообще фотографии это разговор при помощи символов я записывал такой класс давно давно уже там записывал до что символы как основной инструмент фотограф а это такая небольшая действительно вступительная в тему класс был записанная и суть его заключалась в том что любая фотография это разговор при помощи символ то есть вы показываете набор символов на зрителей считывает определенным образом и если то что он считывает получается совпадает с тем что он видит то все хорошо все говорят класс супер здорово идея понятна мысль понятна на вот и все хорошо если непонятно то зритель говорит я что-то не понял обычно зрители не говорят ничего да не просто говорит мне не нравится да то есть вот себе ставит такой чпок галочку такой мне не нравится и все больше они по большому счету ничего не высказывают могут написать какие-нибудь слова причем зачастую поскольку зритель не знает что ему не понравилось он не может анализировать зачастую нету навыков анализа фотографии, он может просто начать говорить какую-то ерунду из серии того, что мне не нравится синий цвет, ну, к примеру, это же, на самом деле, индивидуальная штука, да, и к символизму он вот такого там нравится-не нравится, отношения не имеет. Вот, поэтому вы можете получить совершенно какой-то отзыв странный и очень сложный, вот, я попытаюсь вот как-то трансформировать эти отзывы, которые могли бы возникнуть у людей в какие-то понятные слова. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим человека, который стоит на берегу чего-то, какого-то водоема, моря, да, вот он стоит одинокий, стоит на глыбе льда, потому что мы не знаем, что это такое, но глыба льда, вот он стоит, куда-то смотрит вдаль. Синий цвет действительно соответствует некому такому депрессивному и холодному состоянию, такое все серое, уныленькое, серенькое, неконтрастное, и куда-то смотрит человек вдаль. Можно ли сказать, что здесь ощущение какое-то одиночества? Ну, в какой-то степени да. Сказать, что прям как-то человек здесь вот в этой фотографии сильно что-то переживает или что там было? Написано, давайте посмотрим, это очень важно. Было написано, хотелось передать одиночество сильного человека. Ну, вот как мы поймем, что он сильный человек? Вот давайте посмотрим еще раз на эту фотографию, как понять, что он сильный человек. То есть, вот вы пишете какие-то слова, и вот эти слова как раз являются техническим заданием на себе. Вот если вы пишете слово сильный человек, то должна быть какая-то демонстрация того, что он сильный человек, чтобы зритель это понял. сильный человек в понимании многих людей это человек который преодолевает что-то это не обязательно прям поднимающий автомобиль одной рукой да это просто человек который может быть и щуплым по своей конституции но быть каким-то преодолевающим какие-то сложные вечности ползет через торосы да идет там по снежной заснеженной долине прокладывает путь где никого не было не знаю там строит возводит дома на целине вот тогда мы говорим сильный человек потому что здесь стоит некий человек да он стоит но мы не можем сказать что это сильный человек это что он одинок до но при этом одиночества его не не бесконечно почему потому что он смотрит куда-то на дальний берег а там мы видим люди живут люди там до огоньки в принципе это нет ощущения что он как-то оторван от цивилизации там долго шел не знаком по пустыне наконец вышел к людям очень сильно обрадовался есть ощущение что человек ну в принципе да в какой-то прогулке был где-то гулял вышел на берег стал посмотрел куда-то вдаль соответствует ли техническим задание соответствует так что тут такая получается ситуация да что далеком северном крае живет мы это не тоже никак не поймем ну то есть мы поймем что здесь холод что здесь как-то все довольно грустно холодно да это мы можем понять но что это далекий какой-то северный край дать пойми на эту фотографию вы можете подумать что я привязываюсь и подцепляясь к словам но на самом деле нет это вот собственно как воспринимают люди фотографии они здесь видят человека который куда-то пошел на прогулку но во время прогулки залез на какой-то на долб и в него с него посмотрел на море которого там только оттаяла после долгой зимы может что видят люди вот будет ли это интересно людям но в какой-то степени наверное будет да почему потому что здесь есть этот настроение атмосфера холодная холодная но то что было задумано здесь нет к сожалению переходим дальше не нужно переживать на самом деле очень много таких фотографий где чего-то нет того что было задумано это нормально почему еще раз объясню потому что люди не думают категориями мыслей идеи они не думают категориям создания какой-то идеи зачастую делать фотографию исходя из каких-то внутренних ощущений то есть мне кажется что вот это будет хорошо человек делает фотографию а потом он думает а что же здесь будет хорошо сидит над ней думать думать думает вот когда его еще просят напиши слова он начинает писать какие-то слова которые ему кажется хорошие которые подойдут и который выглядит очень слова хорошо очень так в принципе да сами слова которые были написаны одиночество сильного человека живущего ну то есть прям целая сага в голове возникает когда ты читаешь эти слова но не привязаны к фотографии то есть это нормально если вы хотите этого избежать вот этой ситуации часто то вам нужно продумывать идею заранее у нас был даже на тем мастер-класс на тем того как придумать идею не в принципе тема очень важно она на всех курсах поднимается по фотографии так дальше атмосфера летнего зноя контраст размеров движения человека есть статики и огромности экрана плана вот слова написано очень громкий на деле фотографии я так понимаю вот это да что мы здесь видим мы здесь видим действительно экрана план мы видим что здесь никакой статики движения нет то есть он старый он ржавый он уже давно там разваливается лежит тогда он никуда не едет он в песках завяз на фоне него фотографируются люди вот и все что мы здесь видим к сожалению но эта фотография будет интересно почему потому что это необычная штука необычная штука необычная локация это вот та самая ситуация у нас включается информация да то есть помните из списка из триумвирата на тех вот трех важных момент включается последний пункт информация то есть вы показываете зритель нечто необычное то чего не привык видеть то есть не такая часто встречающаяся вещь а вот он говорит нифига себе какая конструкция прикольная так в принципе к фотографии это не очень сильно относится поэтому он шел третьим пунктом и такой там на отшибе на обочине немножко информация почему потому что это не очень от фотографа зависит есть фотограф что-то принес конечно интересное зрителю да но создал это интересно не у кто-то другой и фотограф является неким таким проводником вот этого необычного но тем не тоже тоже работа тоже на вот по поводу жары ничего не могу сказать жара она опять же имеет какие-то определенные символы то есть вы хотите показать жару что вы должны показать что людям просто жарко да как это показать с них потечет что им прям вот не знаю там вот хочется пить и или там какие-то яркие цвета которые там присутствуют на жаре до красные дата на как правило теплые и так далее там подобные ты тут символы которые могут вам помочь это рассказать вот а все остальное которое здесь было описано до словами она была написана что здесь у нас контраст размеров ну любая какая-то штука любой самолет он большой да как правило до человек маленький поэтому контраст размеров здесь как вот не такой что прям важен да ну то есть он плане что он есть да он классно да ну прям скажешь его там что такой прям контраст и он играет важную роль нет на статике огромности экрана плану вот этот момент как-то мне не очень понятен так дальше хотелось подчеркнуть нежность девушки и сексуальность дайте посмотрим что же у нас нежность девушки и сексуальность это какой кадр я так предполагаю что вот эта девушка в ванной сейчас надо посмотреть тут словами написано on title 54 38 и до 54 до это как раз хотелось передать на что мы здесь видим опять что видят зрители то есть я бы таким проводником зрителей который будет вам трансляции здесь мы видим девушку которая сидит в ванной судя по всему при этом она изображает фрекин бог фрекин бог звонила у нас такое образовалось то такое приведение 322 223 помните она сидела в этом самом на ванной вызывал тоже там до приведения с мотором на телевидение звонил но это очень странное действие которое гротескное которое юмористическое а не как мы знаем да что юмор он общем-то не всегда хорошо сочетается сексуальности да то есть зачастую это бывает выступает напротив не знаю что не может быть многим людям очень нравится очень привлекают люди которые хорошо умеют шутить с хорошим чувством юмора но вот напрямую сексуальность в качестве символа и и юмор в фотографии это вещи антагонистичные друг другу ну то есть грубо говоря мне хотелось сделать что-то черное чтобы она выглядела как белое что было понятно то есть когда девушка шутит это одна история то есть смешная веселая забавная жизнерадостная какая угодно но скорее всего не сексуальны хотя еще раз повторюсь в общем на самом деле в жизни это может быть совместимым на фотографию в качестве символов это редко когда получается вот и мы как раз то же самое получаем то есть вроде бы как шутки вы как она полугола здесь сидит ванны и вот при этом у него какие-то жемчужные боссы и при этом она с таким видом смотрит на нас там типа вас много и одна продавщица таким да ты совершенно не сексуальным видом абсолютно такая вот ее такие полу прикрытые глаза совершенно расслаблено лицо это отвалите от меня говорит лицо девушки вот не надо ко мне подходить я звоню своему бойфренду ну что-то вроде этого вот и поэтому это не располагает ни к общению не какому-то ощущение сексуальности скорее какая-то шут которая ну попалась в середине фазы или не очень удачно как-то была исполнена потому что я воспринимаю как юмор вот и в этом получается что работа зависает где-то посередине то есть она зависает где-то посередине между юмором и сексуальности да то есть вроде как полуголы а вроде как и она нам говорит отвали а вроде как ну лицо я так выражаю да то есть она такой вот не не нету здесь к человеку с таким лицом не захочешь подойти пообщаться и сказать девушка дайте контакте да потому что он такой явно подальше от меня держитесь вот и отсюда получается что что должен испытывать человек непонятно какую эмоцию нужно испытать сексуальное возбуждение да вроде как нет с таким лицом не невозможно да вот это эмоциональное какую-то может быть мысль допомнить вспомнить про фэкин бог на брать как нет опять же да получается середина половина зависает отец получает что фотографии зависает ровно посередине да и подсюда сложности будут с восприятием этого снимка у большинства людей как только возникают сложности обычно люди фильтруют помните не как убирают так дальше атмосфера тех самых посиделок на кухне ночью с разговорами о вечном о мощная заявка это видимо здесь ну да здесь есть какая-то посиделка вот не нельзя сказать что здесь посиделка это самая атмосфера почему потому что та самая атмосфера подразумевает наличие некого уюта то вот имеется ввиду что какой-то локальный свет то есть красный абажур висит прямо над столом на столе какие-то закуски до сидят люди и приятно проводит время потому что сейчас вот ощущение да глядя на эту фотографию что это некое техническое помещение то есть он не похоже на жилой дом не похоже на уютную какую-то квартиру больше похоже что это где-то сделано там в офисе не знаю там какой-то уголочек и вот в этом офисе люди сидят вот там пьют винчи до друг с другом но если вы хотите именно атмосферу тех самых посиделок вам нужно воспроизвести сначала кухни до которая была понятна и которая была бы логична в понимании большинства людей кухня выглядит несколько иначе можете посмотреть зайти в интернет и посмотреть уютная кухня вот и вам выпадет 100000 картиночек который это будет отображать тут есть нюанс который заключается в том что говорит но у меня уютная кухня у меня классно у меня дома супер это я дома фотографирую может так сказать человек а или там был в гостях и там было все замечательно может так сказать но надо понимать что то что вы сами ощущаете относительно своей там кухни допустим на это то что видит люди это разные вещи то есть вы там проводите много времени у вас там много воспоминаний много каких-то моментов которые там вам кажутся интересными и важными на этой кухне и поэтому для вас это очевидно что там вот какая-то там есть атмосфера а зритель смотрит то что видит он видит какое-то пространство там на заднем плане очень странное такое больше похоже на мастерскую или на какую-то кухню сделанную но не доделал да то есть по ощущению многих людей да какая-то вот такая вот и вот сидит человек и пьет в одно лицо да то есть вот мы не видим второго стакана здесь не видно в одно лицо но где-то есть там его плохо видно стакан вдали там есть но по сути вот в одно лицо он пьет вина ну то есть другой алкоголь да видим это коньяк не очень разбираешь что-то еще вот и курит сигареты и вот это очень странная ситуация с нет уюта нет ощущениями на общение нету второго человека присутствия потому что это могло бы выразиться в том что он два бокала один себе наливает один другу и то что они друг с другом общается это что он пытается ему что-то рассказать вот ты мне скажи да вот эти как раз жесты характерный ты объясни мне да то есть вот там закуска какой-то там локальный свет был бы здорово но увы нет так в принципе вариант на самом деле близкий то есть вы использовали правильную цветовую гамму вы использовали хороший там может быть реквизит но нужно это делать если вы хотите именно тех самых посиделок то имеет смысл подумать как это стереотипно было бы понятно вот ну и финальная работа я слышу что-то свыше так называется в то фантазии о девушке маньяки но на мой взгляд это довольно сложно представить себе девушку маньяка вот таком виде что она что-то там слышит это тоже довольно сложно понять то есть мы что здесь видим здесь девушка в платье которая находится в лесу с кровавым топором причем судя по тому как она его держит она его держит в первый раз это увидела топор да и даже не знает как толком его держать да с такими когтями простите ногтями да собственно говоря и держать топор не очень удобно да то есть и кого-то зарубить с такими ногтями с таким маникюром вряд ли что-то получится поэтому она явно увидела его первый раз вот судя по тому как она его держит да прям увидела первый раз взяла в руки и сказала топор кто-то уронил топор тут кровавленного боже там кто-то здесь рядом есть по ощущению что говорит эта девушка и где-то я слышу чу я слышу шум там где-то дровосек который зарубил кого-то этим топором явно вот что на этой фотографии изображено хотите девушку маньяк начните с понимания маньяков и их маньяков не знаю как правильно проект написанной снято огромное количество разных художественных работ и поэтому если посмотрите их внимательно то довольно легко можно будет вычленить из этого что маньяк в первую очередь именно пугающий маньяк это тот человек который необычный который выглядит перевертышем до перевертыша что имеется да ну вот самые ужасные и в кино и в реальной жизни маньяки те которые которых долго не могли найти не могли их распознать то есть все таки да и ладно когда его поймали да ладно это разве он в жизни бы не подумал вот он такой хорошим там помогает он в принципе там скромный тихий да он маньяк да вы что да вот это наиболее такое вот частое откровение по поводу настоящих маньяков и эта тема довольно часто эксплуатируется и в кино и в литературе но потому что это действительно очень пугающе пугающе то что рядом с вами может находиться человек который на самом деле не тот за кого себя выдает его внутренний мир он совершенно другой не такой как вы себе представить это пугает это неизвестность то есть пугает неизвестность пугает загадочность пугает то что наш человек человеческий мозг не может однозначно на трактовать вот и вот этот момент был бы логично да вот тоже показывать вот андрей возмущается по поводу того что ваше вступительное разнесение записать заранее что это представить и как это описать описать нужно было вашу задумку там все подробно было написано что нужно писать что вы хотели к чему стремились какая была у вас идея да то есть в качестве описания да вот было как раз все по моему это подробно сказано вначале давайте посмотрим насколько там было сказано не сказано да давайте вот что-то вот зачем делался этот кадр какая была цель понимаете вот это уже уже сама по себе очень важная тема на мой взгляд да что хотели получить какой эффект отжидали от снимка ну то есть вот например вот рассматривать эту девушку с маньяком да вот автор не написала нам какое она алла не написала какой она хотела получить эффект мы что должны были сострадать этого маньяка но такие бывают с этим мы знаем да декстер например сериал целый сделан по поводу того маньяка которому ну в конце концов сострадание да какое-то понимание его мотивов возникает да и какое-то там сочувствие возникает до у человека связь да там не всегда не во всех эпизодах но в целом да а или наоборот и должен быть маньяк который мы прям фу какая гадость и мы должны его прямо вот ну вот этот момент написать да что хотели рассказать этим снимкам да вот не нужно описывать то что вас кадре вот ну вот дальше примеры вот и вот эти моменты уже можно там уголь плюс плюс вас всегда есть возможность задать вопрос пишите задаете вопрос и говорите ее хотел бы спросить а что мне надо там то или иначе какие-то вещи суда это можно уточнить но в целом нам для разбор этого хватает то что есть то что мы написали это важно да и в принципе можно не писать вот можно не писать эти вещи можно их не говорить то есть тогда мы будем рассматривать так как есть тогда быта ты совершил не все хуже до в силу того что если мы не знаем целеполагание тогда будет многие фотографии будет выглядеть очень странным ну то есть для зрителя будет очень стран frozen девушка в лесу сидит в платье с топором и кровавленным в руках с таким маникюром, который из современности, а платье из старины. Топор, что он здесь делает, непонятно, почему он окровавленный, почему она сидит. И все будет примерно вот так, к сожалению. Итак, Сергейна. В кадре с человеком на набережной мне понравился контраст динамики дневной суеты, катера на воде и статики лежащего спящего человека. И что, у нас здесь лежит человек на переднем плане, и вот катера что-то туда и лозят сюда, как-то ходят эти кораблики, море, волны. Ну, в целом, опять же, давайте посмотрим со стороны зрителей. Помните, у нас есть трио, которое, собственно говоря, должно что-то вызывать у человека при просмотре. То самое трио эмоций, идеи, информации. Итак, как мы можем, если подходя с этого трио, эту фотографию оценить? Что мы здесь видим? Давайте просто разбирать. Смотрим, да, мы здесь видим довольно пеструю картинку, которая перегружена большим количеством деталей. Ну, то есть прям контрастных пятен. А мы знаем, да, что люди смотрят на контрастные пятна, которые содержат информацию, поэтому человеческий глаз разглядывает картинку, будет очень сильно скакать. По облакам, там, по катерам, по камням, по человеку, по рюкзаку. Все это будет очень много двигаться. Хаотичная такая картинка, перегруженная большим количеством деталей. Ну, это ладно, это уже там другой вопрос. И что здесь видишь? Что человек прилег на набережной и решил поспать летним деньком. Как-то участвует здесь движение катеров в этом снимке? Скорее всего, нет. Почему не участвует? Потому что представьте себе, что катеров нет вообще. Ну, то есть вот нет ни единого катера. Есть, допустим, кораблик на заднем плане, который никуда не идет. Вот просто стоит, флаги веют над ним, реют, да, и все. А самих катеров нет. Что-то поменяется в этом снимке. Ничего не поменяется. С точки зрения зрителя ничего не поменяется. Человек прилег на набережную. Вот что показывает нам эта фотография. Человек прилег на камушках поспать рядом с водоемом. Вот. Вполне возможно, что он еще там вот как-то поспать прилег в силу какого-то, да, какого-то алкогольного опьянения, возможно, да. Вот он поэтому там видно, да, что что-то с брюками такое. Ну, возникает такое тоже вот. У меня тоже возник вопрос, да, что с ним, вот, и почему он прилег. Но в целом уберить кораблики здесь суть не поменяется. Значит, здесь нет вот этого контраста между движением корабликов и спящим человеком. Здесь есть просто кадр, в котором вы сообщаете зрителям о том, что шел-шел человек, решил полежать на камнях, не очень удобно ему, не очень комфортно, скорее всего, лежать на камнях не очень комфортно. Погода, в общем, не очень располагает, несмотря на то, что солнце, ну, ветрено, да, такие довольно заметные волны, да, на воде. И, наверное, что-то произошло с этим человеком. Вот. Поэтому максимум, что из этой фотографии может возникнуть у зрителя, да, у него может возникнуть там вопросы по поводу того, что здесь произошло, и что с этим человеком случилось, не заболел ли он, да, не было ли бы ему плохо. Вот. И вот такие вот вещи. К сожалению, да, и поэтому, если вы хотите, чтобы фотография зацепила людей, вы должны именно показывать что-то такое, что может быть эмоционально заставить людей о чем-то думать, переживать, сопереживать ему. Да, то есть вот мы увидели, что человек упал там или слишком сильно отмечал что-то, и вокруг были бы бутылки, и понятно, да, что вот он там отмечал, 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 и потом взял и прилег, где отмечал, то мы могли бы в какой-то степени человеку сопереживать начать. Да, потому что, да, вот, ну, многие люди оказывались в похожих ситуациях, когда они вот там не совсем ведали, что творят. Это поэтому, в принципе, может быть, да, эмпатично. Но пока мы не можем сказать там, что произошло, и вот это единственный вопрос, который здесь возникает, к сожалению. Пейзажи такой симпатичный. Тут в описании было написано, что панорамный кадр, очень красивый Павловский парк, действительно много отдельных сюжетов, а панорама, как собрание сочинений всех снятых томов, ну, может быть, да, в принципе, панорама красивая, пейзажик красивый, смотрит все довольно симпатично. Будет ли это интересно зрителю? Ну, сложно сказать. Помните, я говорил, да, что до того, как еще появились нейросети, до того, как они появились, фотографам пришлось друг с другом сильно конкурировать. Это было там два года назад, вот, и отматывать и дальше. Назад. Два года назад и дальше, да. Людям приходилось очень сильно конкурировать друг с другом, кто сделает лучше, кто сделает техничнее, кто сделает класснее. И вот на эту тему они прям очень сильно напрягались, фотографы, да, все мы. Да, потому что была очень мощная внутривидовая конкуренция, кто обладает лучшими знаниями по строению панорам, кто там может лучше что-то сделать. И вот даже в этом случае, еще до появления нейросетей, требовалось, чтобы фотография была, что-то в ней было такое выдающееся, чтобы зритель на нее захотел смотреть. То есть уже тогда зритель начинал кривить носом, говорить на это, я буду смотреть, на это не буду смотреть, вот здесь что-то интересное, здесь не очень интересно, да. Начинал вот таким вот образом елозить туда-сюда, и тем самым приходилось фотографам придумывать какие-то новые решения. Что за новые решения? Может быть какой-то интересный свет, может быть какое-то погодное явление, может быть какая-то сценка на берегу, которая разыграна, которая делает этот кадр не просто фотографией какого-то имения парка, а что в этом парке еще какое-то событие происходило. не знаю, там, костюмированные какой-то реконструкторы в там шоу, да, и они там со шпагами в париках, например, где-то ходят, и у нас получается полное погружение, допустим, там, в какую-то викторианскую эпоху, к примеру. Может быть, что-то еще, да, то есть какие-то вещи, чтобы здесь было, чтобы зритель сказал, о, я хочу себе эту фотографию, я хочу себе, не знаю, украсть, там, повесить на стенку, использовать как заставку на телефон, потому что в целом фотография хорошая, да, нельзя сказать, что она плохая, ничего про нее плохого нельзя сказать, она хорошая, она качественно сделана, она аккуратная, но таких фотографий миллион, 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 сто тысяч одна, вот, и поэтому делать миллион сто тысяч вторую фотографию можно, конечно, да, но вероятность того, что зритель будет прям за нее хвататься, она уже не очень высока. И тут, конечно, у многих людей может быть обида, то есть могут сказать, ну как так, смотрите, ну мне же нужно все это освоить, все это техника, она все очень сложная, у меня там вот, я там фотоаппаратом пока научился пользоваться, это было тяжело, потом я научился панорамы делать, это тоже тяжело сшивать. И у многих людей, естественно, такое вот возникает ощущение, что прям, да, вот его обидели, сказали, что его фотография, она там не так может быть интересна зрителям, да, потому что он приложил много усилий, да, это может быть очень обидно, действительно. Но нужно понимать, что реалии современного мира, они таковы, то есть мы можем говорить сколько угодно, там, и говорить, что там вот нам нужно много сил, нам нужно там много денег, времени, да, ресурсов потратить на что-то, но, понимаете, зрители, они очень в этом плане капризны, а технологии подпирают со всех сторон, да и поэтому мы сейчас оказались, к сожалению, в условии тех людей, которые раньше были великолепными кучерами, прекрасно умели ездить на двуколке, да, там, классно умели управлять, но тут появились автомобили, черт возьми, да, причем это все произошло намного быстрее, чем появление реального автомобиля, да, то есть появление реального автомобиля, оно заняло там десятилетие, да, вот переход с конной на автомобильное какое-то движение, а мы сейчас оказались в такой ситуации, когда переход происходит за пару лет, да, то есть вот то, что было раньше несколько десятилетий, сейчас занимает два года, да, там год даже меньше и вот мы оказались в роли таких кучеров которые прекрасно умели там в ажами там двуколку управлять и и вдруг бац выясняется что это не очень нужно что это не очень кого-то умение никого сильно не восхищает никого сильно не изумляет потому что есть транспорт который едет быстрее дешевле не знаю там экономичней проще лучше фанове и так далее вот поэтому нужно искать что-то еще чтобы в этой фотографии было бы классно чтобы можно было сказать вот она да вот она смотрите это уникально да то есть вот такое погодное явление поди поймай или такой свет который там ложится на этот вот пейзаж поди его найди не у всех это получится да вот тогда это будет да а так в принципе все хорошо но как с теми елочными игрушками вот это хорошо вот это хорошо почему потому что это в сказке вот эта фотография то вы сказали вот этот хороший кадр да почему потому что здесь у нас идут ассоциативные высказывание на курица или яйцо и целью курица какой-то такой высказание происходит тонус ассоциативная но не очень понятно и то есть в том плане что она не закончена и высказан сложно понять почему перо с яйцом но мы понимаем да пиро яйцо это здоровая птица и большая птица да и только собирающиеся да вот и птицы из яйца то свете ассоциации пошли и вот это вот что начало что конец да что там впереди что потом вот это очень здорово пока она не очень сформулирован тут написано история полета название этому кадру в котором я хотела минимальными средствами выразить начало и продолжение жизни в принципе да то есть вот в принципе да это очень близко к этому как раз так какому-то высказываю которые пока еще не очень понятно в том плане что конечно же это не история полета потому что к полету не имеет отношения скорее к историю первоначальства да то есть вот эта вот история яйцо и курица да она как раз из кто был раньше и к основе основ к началу отсылает эта история не к полету потому что полет он где-то там стороне то есть летать это там на другая история а здесь именно первоочередности вопрос вот и с точки зрения метафора да это хорошая вещь потому что вот такая вещь которую нужно придумать то есть это не то что можно просто пойти и снять который нужно подумать что ты хочешь снять и только после этого сделать поэтому это был обладает большей ценностью ночной замок очень красиво очень здорово классно такую фотографию можно поставить как заставку на куда-то там на рабочий стол да это в принципе смотрится очень классно и вот здесь уже более интересно потому что здесь уже начинается какие-то погодные явления там легкий туманчик какая-то вода там да вот необычный по крайней мере свет и это уже возникает больше эмоциональности в этой фотографии то есть если в первой фотографии эмоциональный фон такой довольно скудный то в этой уже эмоциональный фон проявляется и вот такие пейзажи и такие фотографии уже будут пользуются большим интересом потому что у них появляется эмоциональный окрас вечера подсветка вот эти вот как раз очень аккуратный кадр сделан там цветочки речка да все складывается в некую такую тоже картину хорошо вот ну это еще один вариант я так понимаю яйца и курицы да еще один вариант с пером и яйцом который хотелось изобразить начало жизни ну и там вы изобразили начало жизни по сути да и здесь вы изобразили начало жизни вот и в принципе да вот направление хорошее мне кажется первый кадр конечно поинтереснее чем это потому что тут возникает больше вопросов то есть вот есть яйцо из яйца что-то вылупилась и куда-то улетела ну причем уже с таким большим перьями из яйца видимо давно вылупил суть потому что яйцо уже высохло ну то есть такие вот вещи которые тоже человеческий мозг учитывать вам думает что это не важно это важно вот поэтому мысль какая-то понятная да и серии кто-то вылупился из птенца из яйца да птенец вылупился но здесь уже не так аллегорично как в первом вашем варианте который был более более интересным по исполнению более интересным по мысли ну в целом хорошо на движение хорошее так двигаемся дальше вот фото замка очень хорошо увидели у карташова может быть может кто-то снимал то же самое да то есть может быть знаете бывает что снимают люди похожие вещи находясь в одинаковых местах но честно говоря мы здесь исходим из того что человек снимает и присылает свои работы мы не исходим из того что это чужие работа потому что чужие присылать нельзя так дальше что здесь написано здесь написано 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 цели создать контраст между нежной моделью и скучным бетонным помещением сымитировать пленочную фотографию и сделать максимально по-инстаграмовски и написано что это коммерция начну а если говорить про коммерцию а тут сразу уже довольно сложная такая ситуация вступает именно вот такой момент до что коммерция подразумевает то что человек делает какую-то фотографию получает за это условно говоря деньги и если он получил деньги то все хорошо то есть довольно сложно оценивать не за свадебные фотографии или там какие-нибудь там рекламные фотографии почему потому что можно сколько угодно говорить что там вот вас там косяк здесь там неудачный свет тот не не хорошо получилось что ты здесь это может сколько угодно говорить но если работа с доната значит она сделана хорошо помните да соответственно техническом задании соответствует техническому заданию в коммерции вот это самое главное нет косяков нету промахов по фокусу не за смаза где он не должен быть каких-то там выбитых областей или проваленных теней, нету. Все, собственно говоря, коммерческая работа удалась, вы получили за нее деньги, вы молодец. Дальше уже обсуждать из серии того, что там хорошо или плохо, бессмысленно, в силу того, что уже свершилась, собственно говоря, самая главная оценка, которая могла быть для этой работы, это принято заказчикам. Дальше мы можем говорить, что эту коммерческую работу можно было бы сделать лучше, можно, можно, все можно сделать лучше. Но смысл обсуждать это, знаете, из серии «Свершившийся факт», за это уже получены деньги, это уже деньги пропитые и проеденные, поэтому обсуждать эту тему, не отберут же у человека деньги, если мы скажем, а вот здесь была ошибка, а вот здесь было не так, а вот здесь было не то. Поэтому мы можем, представим себе, что это все-таки не совсем коммерции откинем, а представим себе, сразу несколько задач ставил перед собой человек, значит, какую задачу он ставил перед собой? Показать контраст красивой девушки и бетонных стен. Давайте смотреть, где у нас здесь бетонные стены, конечно, есть, но где у нас контраст? Какой-то контраст, ну какой-то здесь контраст. Контраст – это противопоставление. Противопоставление – это когда мы прямо вот в кадре видим, что одно прямо противостоит другому, прямо противопоставляется. То есть из серии, представим себе, что довольно, кстати, часто снимают, довольно часто фотографируют фотограф, да, какое-нибудь старое разрушенное здание и там красивая обнаженная девушка. Почему они так делают? Зачем они так делают? Ну, на самом деле, вот один мой знакомый фотограф, я уже не помню, кто конкретно, но мне запомнилась фраза, он очень классно сказал, что если фотографировать обнаженную девушку в разрушенном здании, то это один только фактор, это фактор, который называется негде. Что людям просто негде пофотографироваться. Тут, конечно, да, большая прям есть доля правды, и действительно так и есть. Но есть ещё меньшая часть, меньший хвостик, который тоже очень важен. Это сильный контраст. Молодость, красивость, упругость, утянутость и так далее противопоставляются разрухе, старости, упадку, смерти, да, по сути, жизнь, смерть. Вот такой у нас получается в глобальном смысле мощный контраст. Это вот противопоставление. Значит, соответственно, если вы хотите контраст, вы должны показать что-то такое же. Не обязательно прям такое глобальное, да, но тем не менее должен быть контраст. Значит, что мы там массируем сразу при виде бетона? Что-то такое серое, невзрачное, шершавое, мёртвое, да, такое какое-то такое вот мрачное. И на фоне этого контрастирует яркое, светлое, упругое, сочное, да, понимаете? Вот если мы говорим просто тупо, скажи мне, пожалуйста, ровно противоположные эпитеты для слова бетон. Вот бетон, бетонная стена, да, вот бетонная стена, что ты скажешь, вот она мёртвая, сухая, да, там, не знаю, шершавая, грубая. Что может быть противоположность грубому? Ну, мягкая, тонкая, нежная, да, вот какие-то такие вещи, да. Видим ли мы это в этом сете? Ну, сложно сказать, но вот на мой взгляд нет. То есть я не вижу здесь такого противопоставления. Почему? Потому что девушка не выглядит именно вот, именно прям противоположность этого бетонного. Она вполне его дополняет, она вполне с ним комплиментарна, то есть вот её платье такое тоже шершавое какое-то такое, с этим каким-то принтом таким, скрывает её фигуру, скрывает её формы, да, она не показывает нам девушку, не презентует её. Она наоборот скорее маскируется, и поэтому с точки зрения вот этой фотографии, она не выделяется цветом, она не выделяется светом. Во всех этих снимках получается, что, и поэтому здесь нету контраста. То есть если вы хотели контраст, то он не случился. Здесь, получается, она вполне здесь находится в этом месте, вполне здесь законно, осознанно и нормально, да, и нет ощущения, что она как-то ровно, прям противоположна этому помещению. Значит, если вы хотели сделать стилизацию под плёнки, то тоже довольно сложно, потому что плёночная тема, она требует большого изучения материала, и там очень много нюансов, много сложностей, и не могу сказать, что прямо я узнаю какую-то здесь плёнку. Вот это тоже не могу сказать. И если вы хотели там под плёнку, то я бы делал бы это всё несколько иначе, я делал бы по-другому, я бы брал бы какую-то плёнку и пытался бы просто смотреть, как это там реализовано, и пытался бы сделать вот там в один-в-один. Либо, если вы не хотите смотреть, есть разные плагины, которые очень неплохо обрабатывают под плёнку, тот же самый Dehancer. Ну вот, они, в принципе, прекрасно с этим заданием справляются, вы можете скачать, только не в СЦО, это, конечно, это шляпы. Это шляпы, там под плёнку вообще ничего нет, и с плёнкой рядом не стояло. В СЦО все эти, а Dehancer прекрасно стилизует, или вы можете RPP использовать, если вот, например, хочется заморочиться, RAW файлы проявлять там. И там есть тоже хорошие вариации по имитации плёнок, вот, и вы можете это попробовать сделать, и тогда будет действительно очень похоже на те или иные плёнки. Либо можно подойти к этой задаче по-другому и сказать, что не хочу конкретную плёнку, не хочу конкретной какой-то, а хочу ощущение аналогового результата. Ощущение аналогового результата, это уже нужно смотреть, что являлось особенностями среди большого количества плёнок, и чем плёнки выделяются по сравнению с цифровой фотографией. Главный тут ответ будет, в понимании людей, в большинстве понимания людей, аналоговая фотография отличается от цифровой фотографии разным контрастом. Ну, то есть самое главное, самое первое, контрасты цветовые искажения, то есть вот можно так сказать, да, контраст у плёнок пониженный, ну, то есть чёрного нету, да, там, светлые приглашены, да, там, серые тона, чёрные тона заменены серыми, и цветовые искажения, которые вносят разбаланс в картинку, которые в понимании большинства людей, что не соответствует настоящей плёнке, но в понимании большинства людей выглядят как стилизация плёнок. Вот такая вот история получается, да, что с этой фотографиями, с этой серией, да, получается, вот эти моменты здесь не видны. Поэтому это нужно докручивать, как бы я обделал бы, да, ну, давайте пример покажу, да, вот можно, сейчас попробуем, на примере, допустим, какого-нибудь кадра прям можно взять и... Вот, и для этого нужно взять кривые, вот, и вот, если мы делаем вот так, да, делаем там, заменяем чёрные серым, да, делаем какую-то такую вот неконтрастную историю, да, которая бы выглядела с контрастом иной, да, мы получаем уже ощущение, которое, да, можно пригасить из цвета, да, то есть у нас будет уже ощущение такое, в понимании многих людей та самая там типа плёночность появляется, да, вот, если мы можем ещё там поработать с сильными искажениями, привнести их цветовые, да, то в понимании большинства людей это будет что-то такое вот получаться, они будут говорить, ну, да, это уже больше похоже на то, что мы себе представляли, вот такая вот какая-то история. Хочу напомнить, да, что на все курсы Антона Мартына, то есть меня, по фотографии, про которые я потом вам чуть позже расскажу, есть скидка 20%, вот, и очень важный момент, что только для участников стрима, вот, для тех вас, дорогие слушатели, которые слушают моё бухтение по поводу фотографий, будет персональная скидка 3000 рублей, которая вот с этим промокодом придёт вам на почту, вы сможете это увидеть, и вы сможете её использовать, соответственно, тоже сильно сэкономить себе стоимость. Вот, очень здорово учиться в школе профайл, действительно очень здорово, есть много личного общения, есть очень много разных способов коммуникации, и много практических домашних работ, которые мы обязательно все разбираем, и вот каждая домашняя работа, это действительно квест, который заставляет вас пошевелить мозгами и сделать что-то более-менее интересное. Ну, плюс помните, что у нас есть гарантия качества, если что-то вам будет понятно, что что-то не зашло, то, в принципе, да, школа возвращает всю стоимость обучения. И мы с вами продолжаем, сразу хочу, опять же, добавить немножко, щепотку, чтобы вы не думали, что я злой, букой, там, постоянно ругаюсь, моя задача вам указать на недостатки, а достоинства вы, я думаю, сами видите в своих работах, да, и, в принципе, другие люди вам тоже могут подсказать, какие у вас хорошие фотографии, но на всякий случай я добавлю, у вас хорошие фотографии, прекрасные снимки, всё очень здорово, всё замечательно, вы большие молодцы, реально, я искренне так считаю, это не какое-то неглумление, я считаю, что люди, которые присылают такие фотографии, это очень здорово, то, что они занимаются творчеством, то, что они находят там интересные сюжеты, это очень классно. То есть, вот плюсы сразу так всем раздаю, а минусы уже индивидуально. Вот, ну что ж, давайте дальше, давайте смотреть. Вот, в целом, опять же, фотосет, который нам прислал Виталий, мне кажется, довольно симпатичным, но не про то, что он написал. Проблема в том, что вот он написал одно, а получилась немножко другая штука. Вот, ну и по поводу коммерции мы уже говорили, да, что тут есть нюанс, который заключается в том, что если человеку нравится, и он доволен, то всё, собственно говоря, на этом и заканчивается. Так, дальше. Вот Николай нам прислал только один кадр. И что написал нам Николай? Фото на память с дочкой и женой выполнил в домашней фотостудии. Хотелось передать пиратскую атмосферу антуражам, поведением и мимикой моделей. Что мы видим? Ну да, пиратская фотография, да, вот, если на память, то это прекрасно. Прекрасно, великолепно, круто, замечательно. То есть, семейный альбом, если он будет пополняться такими фотографиями, то будет только лучше и только будет здорово. Семейный альбом – это интересное направление, которое в большинстве случаев воспринимается фотографами как нечто такое скучное, неинтересное, мол, это семейный альбом, не показывая. Очень часто говорят, на самом деле это неправда. Есть фотографы, которые снимали семейный альбом, но стали известны. Таких есть некоторое количество фотографов, которые прославились тем, что делали просто интересные семейные фотографии. Вот, поэтому это не значит, что семейная фотография – это плохо, не значит, что ее не нужно делать. И то, что вы такие делаете прекрасные работы, это очень здорово. Но есть нюанс, который заключается в том, что если это именно для семейного альбома, то есть для себя, то тут на самом деле по большому счету не очень нужно что-то комментировать. Объясню почему. Потому что когда вы делаете для себя, то вы можете сделать как угодно. Вот когда вы пишете записку себе в магазин, купить какие-то там, не знаю, продукты, которые вам нужны для дома, то вы можете написать любым почерком. Коряво, криво, косо, некрасивым слогом написать, да, как-нибудь там, с ошибками, да. Вам это не важно, потому что такая записка, которая делается ровно для одного зрителя, или для себя самого, она может быть любая. Вот. И если говорить про фотографию, которые довольно часто люди говорят, я делаю фотографию для себя. Мол, типа, это же только чтобы было хорошо мне самому. Или иногда бывает на это, что говорят люди, я хочу научиться, чтобы семейная фотография была хорошей. Чтобы она была хорошей, чтобы она самому меня рада, я никому показывать не буду, но чтобы она самому меня рада. Вот тут есть коварство. Коварство заключается в том, что на самом деле, когда вы делаете для себя, я уже говорил, что это не важно, как сделать. То есть какие-то огрехи, какой-то там неудачный свет, или неудачная поза, или там что-то еще, когда вы делаете для себя, вообще никого не волнует. Почему? Потому что вы взглянули на фотографии, даже плохо сделаны, вы вспомнили, что это было и как это было, и у вас те эмоции, которые вы испытывали в момент фотографии, или те эмоции, которые вы испытываете относительно своей семьи, сразу пробуждаются, и вы их получаете, собственно говоря, фотографии, вам дает тот самый спусковой крючок эмоциональный, который нужен зрителю. Зритель как раз и получает, вы, зритель, получаете ту необходимую эмоциональную, эмоциональный заряд, который должна давать любая фотография. И поэтому человеку не важно, как это будет сделано, а вот когда важно, когда он планирует эти фотографии показывать кому-то еще. Этот кто-то еще, может быть, реальный человек, такой может быть, когда показывает бабушкам, дедушкам, может быть, знакомым хочется их кого-то удивить, там, своими умениями, навыками. Признание, слава, помните, да, первый пункт. Либо этот кто-то еще, может быть, выдуманный. Такое тоже может быть. Живет где-то в голове у каждого человека, там, какой-то некий внутренний критик, этот внутренний критик вечно там кряхтит и говорит, что все не так, все плохо, все не так, как должно быть. И вот бывает такое, что вот этот внешний зритель, которому собирается показывать, он находится в голове у нас. Такое тоже бывает. Но это все равно внешний зритель. Все равно, по сути, это тот человек или там, та группа людей, которым вы показываете не для себя, а для кого-то еще. Может, вы их в голове себе представили. Да, это может быть, но суть не меняет. Вот тогда уже нужно говорить, что если вы говорите, что если я показываю во внешний мир, помните, да, не важно, там, есть ли настоящий или он выдуман в вашей голове, это не важно. С точки зрения наблюдателя, это все равно. Фотограф, да, все равно. То включается вот та самая тройка. Та самая тройка информации, идеи, эмоции. Ну, соответственно, технического задания это стоит всегда первым пунктом, нулевым даже, да, вот это тоже может быть. Вот, и тут уже нужно уже тогда обсуждать, вот, что и как, чтобы ты зацепил людей, чтобы это было интересно, значит, что должно быть. Но самый простой вариант, не просто дочка там с мамой, а вот они что-то там разыгрывают, какую-то сценку, да, то есть не просто грозятся, а вот как-то там, не знаю, там, нападают, обороняются, да, что-то делают, чтобы это было как кадр из кино, или чтобы это было более, там, не знаю, динамично, или чтобы это было смешно, чтобы это вызывало какую-то ассоциацию, может быть, да, с каким-то кино, например, все смотрели про Джека Воробья, простите, Капитана Джека Воробья, да? Все, я думаю, смотрели этот фильм, например, вот вам пища для возможных каких-то манипуляций. Не хотите его, но, может быть, вы считаете его слишком неинтересным или каким-то неприятным персонажем, такое тоже возможно. Придумайте другого персонажа, Билли Боунс, да? У вас есть много вариантов, к кому можно апеллировать и на кого можно ссылаться, чтобы это было интересно. То есть у вас прекрасные костюмы, у вас прекрасный, там, подобран реквизит, у вас неплохой свет, есть, правда, проблемы со светом, который заключается в том, что свет стоит так, что, например, да, видите, что тень от руки падает на лицо. Девушке, да, это так вот быть не должно. Вот. В основном, ну, в принципе, нормально, но смотрите, вот что происходит, что для стороннего наблюдателя. Мама смотрит туда, ребенок смотрит сюда, вот, и у нас что получается? Кто куда, кто во что? девочка у нас в русском народном наряде, треуголки, ну, в общем, короче, получается, что рассыпается образ сразу, да? Начинает рассыпаться. Вот. И главное, что помимо, ну, какого-то такого образа, да, здесь вот этого нету как раз того, что можно было показать другим людям. То есть, что, что они ждут? Что какая-то будет вещь, которая вызовет у них эмоции. Ну, то есть, какой-то ха-ха-ха, вот это вот, да, вот будет очень хорошо. Если она вызовет такую эмоцию, ха-ха, да, прикольно, забавно, классно, да? Или там какая-то мысль такая, да? Ну, мысль это не нужно в таких фотографиях, она все-таки больше про юмор, про что-то такое, да? Какую-то легкую эмоцию. Тогда будете идеально. Вот. Ну, мелкий огрех технически, то, что темное сливается с темным, там вот, например, здесь плохо видно, где что заканчивается, где что начинается, где ножки пропали, там они плохо видны, да? Тень падает на лицо. Но это какие-то мелочи, которые по сравнению с общим, они несущественны. То есть, это можно говорить, это можно находить, но суть не в этом. А суть в том, что сейчас эта фотография действительно для семейного альбома, она там будет прекрасно, замечательно смотреться, она будет отлично там находиться, и все с ней хорошо, за исключением того, что если показывать ее для внешнего человека, то внешний наблюдатель скажет, ну, и что? И он будет абсолютно прав, да, потому что он не найдет здесь, ну, кроме как, ну, забавно, конечно, да, то, что все так собрано, да, но вот больше здесь ничего не найдет. Придумайте сюжет, придумайте историю, придумайте пиратскую какую-то вещь. Не можете сами придумать. Возьмите фильмы, возьмите сказки. Не хотите фильмы, ясно, ну, не все любят Голливуд, да, не все любят. Капитана Джека Воробья, ну, почему бы и нет? Есть сказки, есть огромное количество сказок, которые там пиратские в том числе. Попробуйте экранизировать какой-то фрагмент, что должны делать эти люди и как они должны смотреть. Есть мультики. Вот, если вы попробуете что-то оттуда взять, подчеркнуть, то будет гораздо интереснее. То есть и ваша работа будет более понятна. То есть вы объясните людям, что они должны делать. То есть не просто стоять там, да, вот, а что-то они должны делать, какое-то действие производить. И тогда, если вы им покажете референс, смотрите, вот мы делаем вот такую штуку. Смотрите, вот здесь забавно, они так себя повели, и мы хотим это тоже попробовать воспроизвести дома в домашней студии. Значит, вот ты стоишь так, смотри, видишь, как вот на референсе, а ты стоишь так, и давайте попробуем изобразить, как бы в эту сцену сами посыграли. Вот мультик, но мы ее разыграем здесь. И вы получаете сразу, убиваете одним выстроем сразу несколько зайцев. Во-первых, вы людям говорите, что они должны делать на съемочной площадке, у них не возникает вот этого довольно неприятного для фотографа вопроса, что я должен делать. Что я должен делать, ты мне скажи, как я должен стать. Если вы написали такой микросценарий, уже все понятно. Вот ты должен вот, видишь, вот так вот, так вот и так вот. А ты должна вот, вот так вот, так вот и так вот. Понятно? Понятно. Давай попробуем. Попробовали, не получилось, давайте еще раз попробуем. Ну и дальше уже понятно, к чему вы стремитесь. Это получается более целенаправленно. То есть вы убиваете вот этого зайца и убиваете второго зайца, потому что картинка, получается, содержит некую микроисторию, которая будет смотреть гораздо интереснее. А в целом, конечно, хорошо. Так. Давайте дальше. Двигаемся. Александра. И хотелось показать через обрамление цветущих красивых веток, как необычно смотрится холм с поднимающимися по нему людьми. Ну, ну в целом, да, красиво смотрится холм с поднимающимися по нему людьми. Смотрите, вот суть этой фотографии. Просто красивое какое-то место, которое вы показываете, и там вот ходят люди. Если вы там не были, ну вас там не было, например, то что может вас прелестить в этой фотографии? Ну, может прелестить вас необычная природа. Ну, то есть вот у людей, которые живут, допустим, в городе, редко бывает там цветение фруктовых, плодовых деревьев, да, и это не такая распространенная ситуация, что прям живущему в городе это будет видно. Ну, плюс парки, да, они все-таки не такие там многочисленные, их мало, особенно там в каких-то городах, которые там в глубинке, это может быть очень интересно посмотреть на парк, на цветение деревьев, вот, но тогда вот хочется увидеть, что прям вот это цветение, хочется увидеть его более ярким, хочется эти деревья видеть более как-то интересно преподнесен, более крупно, более, может быть, переднюю ветку на переднем плане какой-то поместить. Что-то такое, чтобы прям сказать, ух ты, действительно цветы, классно цветет, там все освещенное, все очень яркое, ну, такое вот, где мы уже когда деревья, в общем, по сути в тени, они получаются такие грязновато-розоватые, да, в них нету вот этого буйства природы, вот даже там на заднем плане и то веселее смотрятся вот эти вот массивы, большого количества этих деревьев. Но в целом, показать человеку, что есть какое-то красивое место, это удается. И такая фотография, конечно, ну, так же, как и все пейзажи, про которые мы уже говорили, будет цениться, да, в силу того, что, ну, просто такое место, в которое редко попадешь. Ну, у нас уже была, там, панорама была, да, с пейзажем, у нас уже был замок, да, в котором там чуть-чуть эмоциональность была. И здесь тоже какие-то есть вайбы весенние, да, все это очень здорово, но сказать, что прямо человек захочет повесить себе это на стенку, такое не получится, к сожалению. Вот. Что нужно сделать? В пейзаже все довольно просто, там на самом деле нет ничего сложного, там на словах очень просто, а сделать такой кадр очень сложно. В силу того, что все, что уже можно сфотографировано, все виды, все ракурсы, все какие только можно инновационные решения уже были применены, уже кого-то чем-то удивить не получится, значит, от пейзажа ждут такое, что будет редко по сути какой-нибудь необычный свет, который случается редко, какой-нибудь поймать момент, где свет лег очень необычно. Погодные явления, которые встречаются очень редко, которые мало когда бывают, либо оно такое, что люди не фотографируют обычно, ну там в дождь, например, вот этот парк в дождь, когда там сильный проливной дождь, он срывает эти лепестки, и будет тогда, о, это вот никто не фотографирует, все хотят снимать на закате, хотят снимать в яркий солнечный день, и все идут туда фотографировать, а вот там в дождь, или в ураган, или в снег, когда падает на цветущие деревья, все сидят дома и думают, какая плохая погода, посижу я дома, никуда ходить не буду, и вот это ошибка, фатальная ошибка, да, потому что фотографий в закатном красивом солнце, да, очень много, а вот фотографии, чтобы кто-то пошел и снял в дожде, таких очень мало под дождем, или там под каким-нибудь градом, вот, и поэтому получается, что зритель будет ждать что-то более интересное, то есть не могу сказать, что это плохой кадр, это хороший кадр, все симпатично, но будет ли он сильно интересен, скорее всего нет, почему, потому что таких вот эмоций каких-то ярких он не вызывает, да, идеи какой-то здесь нет, информация здесь есть, да, она присутствует, есть красивый сад, говорите вы, вот, а мы переходим к следующему кадру, и вот пример то же самое, пример то же самое, хотелось показать умиротворяющий вечерний парковый пейзаж с разными планами. Умиротворяющий возникает, исходя из каких-то, опять же, тоже есть какие-то элементы, которые показывают, что он умиротворяющий, как правило, умиротворение у нас возникает при виде какого-то спокойствия, при виде какой-то тиши, благодати такой, да, что для этого должно быть, то есть вот когда мы говорим тишь да гладь, да, вот, что-то, что показать, что нет ветра, да, каким образом можно показать, очень гладкая поверхность воды, если она есть, конечно, да, какой-то способ показать абсолютную статичность этих всех планов, не знаю какой, то есть попробовать это показать можно, где никто не ходит, никто не движется, нет никаких там, не знаю, людей, да, вот тогда может быть, или там минимальное количество, и они там все обездвижены, сидят, лежат, не знаю, вот так делают что-то, может быть, тогда да, потому что дети на переднем плане уже суета какая-то, да, уже сказать, что прям такая спокойствие не получится, вот, поэтому есть вещи, которые очень сложно передать, умиротворение одна из таких вещей, но ее можно, есть элемент, который позволяет это показать, поэтому это, если вам это было интересно, то имеет смысл над этим поработать. В остальном здесь все вполне симпатично, опять же, картинка такая прекрасная, она, думаю, что очень здорово смотрится в блоге, если вы расскажете про какой-то вот, где ходили, где были, но вот такая фотография, как и первая фотография, она требует какого-то сопроводительного текста, то есть к ней нужно что-то написать, куда вы ходили, что делали, и тогда это будет закончена такая история, то есть будет фотография, как иллюстрация, и текст, который будет вот эту фотографию ей аккомпанемировать, и будет у вас синергия двух элементов, то есть это не самодостаточная фотография, к сожалению, которая могла быть сама по себе. Ну, вариации на тему, тут даже, в принципе, можно не читать, да, что, потому что, судя по тому, что я вижу, вот то же самое, спокойствие, мертвование, да, здесь приятный парк, красивое место, все очень здорово, вот, и то же самое, все, все примерно одно и то же, на одну и ту же тему, вот, но еще раз повторюсь, чтобы вот эта фотография была самодостаточная, что-то должно быть в этой фотографии такое, чтобы она была не просто констатацией факта, у меня рядом есть парк, то есть, по сути, у вас, получается, все фотографии из серии у меня рядом с домом есть парк, ну, не знаю, не рядом с домом, я не знаю, где это расположено, но будем говорить, что я была в парке, да, по сути, вот, что нам говорит четыре этих фотографий, съездил на выходные в парк, а если вы словами будете рассказывать, например, друзьям своим, что произошло с вами на выходные, и вы говорите, я съездила в парк, вот, к примеру, будет ли это интересно зрителям вот такой рассказ, нет, они будут ждать от вас что-то такое, что в парке произошло, может, вас самокатчик сбил, ну, не дай бог, да, но тем не менее, да, это какое-то событие, может быть, вы там увидели какую-нибудь движуху, там, какие-нибудь скейтбордисты прыгали очень забавно и классно, катались, да, вот, и может быть, что-то еще, может быть, еще какие-то вещи, или вот, например, контраст, то есть, вот такой красивый парк, а вот там сзади какие-то облупленные старые пятиэтажки, да, там, какие-то обшарпанные дома, и вот мы видим, да, что вот парк построили новый, а дома у всех у людей старые, о, контраст, да, вот такая, типа, мысль задуматься, да, может быть, нам надо было начинать с домов, ну, к примеру, да, и тогда это будет мысль, которая закрадывается в головы людей, и они начинают думать, да, то есть, начинают думать по поводу того, что им показывать, тогда это, получается, да, идея, может быть, здесь какие-то там прикольные, у нас в парке было много пикников, то есть, вы приехали, а там вот под каждым деревом, под каждым кустом, и нам все это, сидят люди, едят, и привезли с собой, там, винишко, да, там, сыр, да, там, разложили, сидят, едят себе, и все очень так мило смотрится, и прямо видно, что парк пользуется большой популярностью, ну, к примеру, да, какая-то мысль такая, смотрите, как люди любят отдыхать и даже не боятся то, что они сидят все вместе рядом и заняли всю площадь, ну, к примеру, понимаете, вот это будет рассказ, а просто рассказ о том, что я был в парке, это, ну, здорово, да, то есть, вам скажут, прекрасно, прекрасно, что есть время на досуг съездить в парк, да, но нам-то от этого чего, скажут слушатели, зрители, как хотите, поэтому ищите что-то необычное, свет, цвет, композиции, решения, необычные ракурсы, необычные виды, необычные погодные явления, необычный свет, и т.д. и т.п., и тогда будет все хорошо, тогда будет интересно, тогда зрителям будет интересно это смотреть, потому что в противном случае они посмотрят фотографии, да, они с удовольствием, но без какого-то сопроводительного текста вряд ли что-то будет прям глубоко их сильно беспокоить. Так, смотрим. Хотелось зрителя погрузить в атмосферу природы и сделать соучастником Сезерцания. Судя по всему, это вот это вот. Ну, да, в принципе, не могу сказать, что как погрузить зрителя, но наличие людей двух одноногих, это, конечно, довольно забавно, то, что вы смогли найти сразу двух одноногих людей в парке, само по себе выглядит довольно необычно. Вот. То, что они сидят на скамейке рядом, и то, что это мужчина и женщина, то есть они разнополны, но при этом одноногие, это, ну, какая-то в этом есть загадочность в кадре. Вот. То, что они сидят, смотрят на какую-то штуку, да, ну, в принципе, да, на парк. Что может сказать зритель? Если бы вы попробовали показать какое-то, не знаю, отношение между этими людьми, что-то такое, да, вот, как-то их попробовать показать, то, может быть, мне кажется, было бы интереснее. То, что это, допустим, там пожилая пара, но тем не менее, несмотря на то, что они одноногие, ходят вместе, гуляют в парк. Да, вот это было бы здорово. Может быть. То есть добавить сюда человеческого, да, потому что, ну, просто сидят, люди смотрят, опять же, получается, вот давайте переведем словами, просто сидят, люди смотрят. Они смотрят на пруд. Вот. И вас спрашивают, что вы видели вчера, Владимир, Владислав, да, простите? Чем-то напомню кадр из Фореста Гампа, ну, не знаю, может быть. Там был без ноги, без двух ног, после войны-то вернулся. А кто там одноногие-то был? Форест Гамп с двумя ногами был. Не знаю, какая ассоциация вас, Татьяна, родилась. Мне сложно ее. Ваш ход мыслей. То, что он сидел на лавочке там, да, он нам сидел, шоколад, коробку шоколадных конфет ел. Там другая история была, там, лицом к нам, да, и на фоне парка. Вот. Вот, и поэтому, если вас спросят, что вы видели, вы гуляли в парке, что вы видели? Если вы скажете, я видел двух людей, которые сидят на лавочке и смотрят на природу. Люди скажут, ну, а что-то в природе, может быть, происходило, может, какое-то явление, может, какое-то событие, может, какая-то безумная гладь воды, там, да, или какие-то уточки к ним подплывают, они их кормят. Может, у них какие-то трепетные отношения между ними, да, и это будет очень хорошо показать. Ну, что-то такое, да, вот. Тогда это будет интересно. Так. Доминация зла, это что у нас? Доминация зла. Не понял. Как понять, что это доминация зла? Не секундочку. Вторая фотография, да, вторая фотография. Доминация зла. Я не могу это расшифровать, простите. Мне непонятно. Я вижу, опять же, девушка идет на фоне пруда. И вот если эту фотографию другим людям перескать, представьте, что вы не видите фотографию, а вы слышите только мой голос. Девушка в спортивной куртке идет на фоне пруда. Все это происходит весной, ранней. Ну, всю информацию, которая здесь есть, в этой фотографии я отобразил. Ну, больше я ничего, к сожалению, не могу найти. Вот. И третья, это красивый пейзаж мимолетный. Может, это поменялось, может, это имелось в виду, вот это доминация зла. Вот это, наверное, кадр доминации зла. Но очень сложно. Тоже очень сложно. Что мы здесь видим? Мы здесь видим две утки. Одна настоящая, одна отражение перевернутая. Да, у нас как раз автор нам намекает то, что главное это вот как раз искаженная утка. Но что-то такого многозначительного я не могу сказать. Поэтому мне сложно как-то комментировать эти фотографии, я не понимаю. Двинемся дальше. Ну, то есть не все вещи понятны, не все будут ясны, и в этом нет ничего страшного, это нормально. Так, что нам Руслан написал? Две фотографии он прислал курящих людей. И вдохновилась для этой фотографии известная фотография Арнольда Шварценеггеля с сигарой, вот, и с некоторыми элементами культурных особенностей. То есть это вот он с сигарой, а вот у нас, значит, наш персонаж. Ну что ж, давайте посмотрим. Вот, если сравнивать эти две фотографии, то, в принципе, у вас получился очень колоритный персонаж. Но обратите внимание, да, что Арнольд снят с другим светом, совсем с другим светом. Вот, и если вам хотелось именно как раз поработать над воспроизведением этого сюжета, то первое, что я рекомендовал бы, ну, понятно, что крупность, да, это вы сами сигару нашли сами. А вот свет, он играет важную роль. Здесь получилась очень интересная такая вещь с Арнольдом. Я не могу сказать, что это хорошая какая-то, на мой взгляд, фотография, то есть не такая интересная, на мой взгляд, фотография, как могла бы быть с известными людьми, но, тем не менее, есть интересный момент. Закрытые тенью глаза, у него довольно глубоко посаженные глаза, и поэтому они закрытые, но при этом с легким таким блеском внутри. То есть что-то еще, какой-то источник света дополнительный, дает блеск в глазах у Арнольда. И это дает довольно интересный эффект. То есть в тени глаза – это такой мрачный вид, как правило, это довольно интересная такая ассоциация, которая возникает из-за того, что глаза в темноте, в тени, это как раз потухший взгляд, погаший взгляд, злой взгляд, вот это как раз та самая история. И огоньки в глазах дают как раз довольно интересный контрапункт этому, то есть получается, что они немножко противопоставляются, то есть намекают на терминаторность, на какие-то зажигающиеся огоньки, первые такие ассоциации, которые, исходя из его роли, как раз возникают. Но если отбросить терминатора, то это намекает на человека, который задумал что-то. Он что-то задумал, он хитрый, он смотрит из-под тьмы, из тьмы, но глаза его блестят, у него что-то такое там на уме. И он, видите, он такой, «Ха-ха, сейчас я, типа, вырву тебе кадык». Примерно что-то такое, да? Какая-то такая вот история, он что-то задумал, понимаете? Что получилось на вашей фотографии? На вашей фотографии получился человек, который смотрит, «Ну и что?» На нас так смотрит, «Ну и что?» «Ну и чего?» Какая-то другая история. То есть из-за света у вас получается другая история. То есть вот здесь, если он какой-то хитрый, что-то задумавший, то на этой фотографии человек, который, «Чё, чё пристали?» «Чё надо?» На правой фотографии скорее «Чё надо?» Вот такой вот получился человек, который нам говорит другую историю. Вот, поэтому что я сделал бы? я бы просто для начала попробовал воспроизвести свет и потом надо понимать что не весь не всякий типаж не всякий человек подходит к такому свету вытянуты длинное лицо должно быть круглое лицо может не подойти голливудскому свету который здесь используется вот но я бы попробовал первый до попробовать голливудский свет и контровой конечно очень важен смотрите он добавляет здесь арнольда добавляет картинки стильности она получается более такая любое использование контрового это сразу такой некий штрих знаете вот как вот не просто так приготовила вот приготовила еще и солью так посолил такой с подвыпедвертом да и что-то такое более хитро сделанное и более крутое да то есть каким-то куражом использование света это всегда тоже показатель мастерства и показатель куража показатель возможностей да и я бы кстати с шварценеггером если бы я бы делал бы я бы и со второй стороны . на травой свет поставил ну может быть слабее данного его поставил бы это тоже был еще был круче на мой взгляд но я не могу сказать еще раз повторю что фотография с арнольда мне нравится не могу сказать она тоже довольно пустая это кстати очень забывали а такое распространенное заблуждение все думаю что из достаточно снять известного человека то все само станет хорошо не хит не станет тоже может быть очень много плохих фотографий но вот я всегда предлагаю вам вспомнить а сколько вы знаете хороших фотографий мерлин манро да спасибо мистера михаил абсолютно верно да все нюансы по свету да я как раз раская студийная фотография да у нас есть такая студийная съемка есть такой курс который недавно мы перезапустили и там как раз знаю как по поводу света в чем подробно все эти моменты мы разбираем том числе и там контровой как его лучше сделать и заполнение рисующее так далее там подобное вот и возвращаясь к фотографиям известных людей всегда предлагаю вам вспомнить а сколько вы знаете известных фотографий мерлин манро и там люди начинают вспоминать там типа раз два там три вот она стоит в платье развивающимся вот это воздушный поцелуй поцелуя поцелуй посылает вот она может быть там поет по победу мистер президент это при том еще было кино дальше не фотография что еще можно вспомнить может там джазе только девушки какие-то кадры вспоминаются и все и по большому счету все там ну кто-то еще то может вспомнить ее на побережье когда она была молодая там одна из первых фотосессии она в купальнике там позирует кто-то может вспомнить там одни из последних фотографий где она там в пьяном угаре там позировала фотографу который раскрутил на эти фотографии незадолго до смерти ну и в принципе там не очень большое количество фотографий которые мы можем вспомнить а сколько было сделано фотографии с мерлин монро до сотни тысяч просто реально сотни тысяч это к тому что не все фотографии известных людей остается в памяти то есть время отсевает они уходят они уходят они теряются потому что неплохие полно абсолютно верно николай вы правы полно фотографий но вспомнит их не очень много их небольшое количество будет вспомнить до всего того что они не очень интересные очень хорошие они не содержат смысла они содержат просто повествование вот я увидел мерлин монро их огромное количество вот в том-то и речь о том-то и речь но к тому что просто сфотографировать известного человека это конечно ну как использование допинга в спорте очень сильно повышает интересность фотографии да потому что у зрителей есть бэкграунд об этом человеке то есть он такой за кадром присутствует то есть мы знаем кто это что это мы знаем какие-то его роли до знаем что он играл терминатора и поэтому блеск глазах можем принять за огоньки которые горят у этого терминатора то есть видим и дополнительную информацию черпаем извне не из самой фотографии а из контекста который есть относительно этого человека да такое может быть снимая неизвестного человека этого контекста нет да вот и поэтому это читерство снимать известных людей это читерство в некотором роде фотографическое но есть и хорошие вещи вот как я уже сказал да здесь он хитрый что-то задумал на вашей фотографии человек скорее недоволен ситуации да вот выглядит таким поэтому имеет смысл попробовать если вам это интересно воспроизвести минут историю которая была в изначальном кадре возможно это было бы интересно в переложить на вашу историю дальше двигаемся так это у нас нс давайте посмотрим что прислал войны со здравствуйте подруга попросила сделать мрачную фотографию прислал референсы в низком ключе мы хотели передать ощущение подавленности усталости депрессии фото ли социальных сетей давайте посмотрим ой значит смотрим три фотографии ну а есть нюанс который заключается именно в плане свет то есть низкий ключ не является каким-то определяющим сразу гарантирующим вам подавленности депрессию какой-то ужас и кошмар то есть конечно способствует тому что мрачная фотография что-то будет мрачное но надо сказать что прям сам по себе низкий ключ он вообще такой довольно многовариантный то есть он может быть и для веселых фотографий он может для грустных фотографий то есть он в принципе не является определяющим в понимании эмоции вот определяющие все-таки выражение лица и действие что-то происходит и давайте представим себе что делает человек который в депрессии что он делает он не хочет никуда выходить он не хочет ничего делать не хочет поворачиваться не хочет мыть голову вообще ничего не хочет как правило до состояния такое подавленности апатии его на все наполивать в лучшем случае да вот это прям такое слово подбирать нормально вот алексей да можно попробовать да вот и в то такая получается история до что у нас на этих фотографиях нету вот этого того что могло бы быть у человека который в депрессии еще один момент до депрессия ну или там подавленное состояние или какое-то такое тяжелое состояние она обычно приводит тому что глаза оказывается в темноте тот самый пропадает блеск глазах пропадает искра в глазах хотите это сделать воспроизвести фотографии один из самых простых способов поставьте свет так чтобы ничего никаких рефлексов глазах не было уберете рефлексы из глаз да и вы получите более такой мрачный сейчас попробуем сейчас не будем ходить далеко сейчас возьмем и сделаем прям вот шаг 1 и мы получим сейчас такой мрачнейший образ шаг 2 не важно же откуда и вот мы получаем человека который прям уже уже сразу намного намного более мрачность видите да как поменялось на то есть вот эмоциональная составляющая убрали всего лишь блеск из глаз и у нас получается уже все то есть черные глаза да такие вот без огонька без проблеска да и мрачность фотографии сразу усилилась вот если опять же хотите мрачное подавленное убирайте светлые области да то есть убирает светло области гасите их делайте картинку темный до такой чтоб она была мрачный да вот мрачность картинки вот мы если вот так сделать не то это красный вот и если мы будем опять что у нас вернись нормальная кривая где на тут не хочу с такой кривой я хочу с такой кривой вот если вы будете убирать светлая если вы будете уводить белая она будет восточка белого уходить то будет еще более подавлены еще более мрачная такая фотография будет получаться еще мрачные да если вы ведете это все в какую-то серость да и все сделаете таким серым да вот не зря говорят а серость это как раз да вот про депрессивность а вот вас будет вот такая вот история в которой будет смотреться намного более мрачный намного более серый но и главный человек должен что-то делать не должен стоять красиво позировать должен быть каким вот который впадает в какую-то депрессию мы все равно он смотрит куда-то в одну точку не смотрит мимо фотографа у меня там чуть ли не слюна капает из глаз он прям такое да должен быть такое стая тогда это будет то что нужно потому что здесь она красиво позитор то есть вот прям сказать что знаете вот оно в какое-то там состояние таком подавно мрачный находится нет но вполне себе красивое девушка и женщина не знает он позирует красивую стильная фотография получилась то есть задача она не выполняет фотографии поэтому вам нужно думать как это сделать двигаемся дальше хотел передать настроение города через его призрак призрак города это что-то такое здесь да а почему призрак города как понять что это призрак города не очень понятно пока на не понял вот призрак города куда чего но что я здесь вижу я вижу город да вот почему он призрак ну то есть человек написал какой-то комментарий на честно говоря не понимаю как его можно использовать этот комментарий как то можно я вижу город ну вечер закат есть странное здание на переднем плане необычные но опять же это получается констатация факта то есть вот в этом городе есть странное здание было бы интерес если был какой-то контраст вот такой небоскреб среди там хрущев он был бы да прикольно возможно на этом среди недостроя такой да вот это было бы классно там вокруг такие лачуги а тут такой торчит вот любительница абсента ну может быть перепутались фотографии ну хорошо ладно может быть я просто смотрю там первая фотография вот она хоба и вот у меня читают номер один так хорошо ладно ладно давайте посмотрят видимо вот это хорошо но опять же если вот это допустим призрак города допустим представим себе что это почему он призрак города как зрители это поймут вы исходите всегда из того что зрители должны что-то понять зритель не может ничего додумать то есть иногда бывает люди говорят таки довольно часто фразы я слышу на пускай зритель сам придумает или пускай зритель сам поймет что там мой герой увидел за границами кадра вот кто-то смотрит за границу кадр и что же он там увидел на пускай зрители сам придумать зритель не будет ничего сам придумывать у него нет на это ни время ни желания зритель занят тем что он фильтрует огромный поток информации которая не осваливается и он просто если что-то непонятно он это заносит спам у себя внутри да и просто эту информацию фильтрует и не обращать внимание на поэтому ваша задача максимально четко максимально ясно изложить свою задачу свое видение свою идею и в этом случае зритель будет горит а я понял классно это интересная аналогия потому что здесь нету такой аналогии то есть нету ничего чтобы нам могло бы сказать вот если бы он был в одет в какую-то одежду похожие на эти дома ну то есть там порю по узору там по ритму одежда была бы какая-то можно было сказать да смотрите он похож на этот дом значит он является каким-то вот таким вариантом этого города вот можно было бы сказать да здесь здесь действительно здесь мы что видят ну вот вы фотографировали улицу но мим проходил какой-то дедан в старикан седой бородой проходил мимо мы случайно попал в кадр вот что увидит зритель да он видит что вас не сдался кадр ну может быть он подумать что так и так и надо было в этом есть какая-то фишка то есть вот этот человек как-то вот там что-то 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 что делает бежим не является контрастному не является связанным с ним поэтому увы их выпадает так дальше да это по смыслу здесь человек играет на гармошке здесь хотел передать нет что такое сказать как сотрудник музея играет на старой гармошке и его второе его второе воображение в мобильном телефоне экскурсанта одно явление две точки зрения так давайте посмотрим что там а ну то есть грубо говоря он играет а его кто-то снимает а в чем ценность ну то есть для зрителя ну как бы сюжет понятно то есть интересное место то что вы показываете интересное некое место то есть вот вы опять же рассказывайте если говорить про эту фотографию то есть вы зрителю рассказывать я был в музее там вот был некое такое представление человек играл на гармошке ну то есть конечно такая какая-то информация возникает у человека то есть вот там человек играет на гармошке но зритель скажет ну а вот в этом фишка какая вот скажет зрители будет прав вот и поэтому тут нужно подумать что такое чтобы прям не знаю может быть этот контраст был лучше виден то что там есть люди с смартфонами для не 1 а несколько людей со смартфонами они его снимают да вот их много он такой весь старинный да и весь играет на гармошке прям лаптях да это было бы больше контраст это было бы сильнее видно потому что здесь получается ну как бы понятно что это представление понятно что я снимаю там это видно что это все закрыто веревочками да и это музей туда ходи сюда не ходи вот и поэтому если говорить про картинку которые здесь то зрители увидят в музее есть какое-то представление человек пришел вот представлены поснимал немножко и будет ли это интересно вот прям как самоцельная фотография сложно сказать на мой взгляд сложно сказать силу того что информацию человек получит что есть где-то музей в которым играет на гармошке на но больше здесь ничего нет но такого чтобы сказать вы знаете прям эмоции вот такую фотографию хочу себя повесить на стену и вот я себе с удовольствием и повешу например на вот такого нет вот это красиво красивые листья до осень все очень здорово люди куда-то идут в принципе можно было бы сказать что очень классный если по краям убрать лишние вот этих людей которые здесь на мой взгляд не очень нужны на потому что эта фотография про осень про людей которые гуляют по этой вот красивый очень залитый солнцем какой-то дорожки да вот остальные люди они скорее мешают скорее мешают как визуальный мусор получается вот поэтому я бы обрезал от кадра по краям до сделал бы его более таким целенаправленным и сосредоточил внимание этих людях и мне кажется это было бы здорово так ну это понятно закат мы уже говорили про пейзажи в принципе неплохо да но хочется что было что-то еще вот это хорошо хорошо это классно я немножко ускорить дальше чуть побыстрее это все быть потому что многие вещи я уже проговорил сказал вот это хорошо почему потому что здесь вот как раз ощущение большого пространства маленького человечка который гуляет там грустники по этой на площади и главное что вы не побоялись использовать снимать под дождем и дождь использовать как элемент эмоциональной хорошо было бы если все таки не было солнечного света потому что здесь ведь уже видимо дождь прошел и начинает солнечный свет выходить да и в целом получилось такой довольно нарядное вот если вы сделали еще и дождь и все серые то было бы вообще идеально кажется но не такой нарядный был вообще круто да вот яркий какой-то пиксель на экране в одиноком поле матричной такой информации но прикольно прикольно тут много остаться и много моментов которые смотрятся хорошо ты здесь эмоциональный заряд фотографии с эмоциональным зарядом то есть из этих четырех пожалуй вот эту одну бы я бы выделил бы особенно натюрморты смотрим кто у нас геннадий посмотрим натюрморты здравствуйте начал учиться снимать и особенных замыслов для каждого снимка отдельно у меня нет пока снимаю все что только попадется чтоб научиться чувствовать цвет тень характер поверхности вот и текст не по регламенту надеюсь на вашу рецензию ну давайте посмотрим что рецензия но все в принципе хорошо симпатичные это же хорошо и тут тоже хорошо по ощущению что вообще какой-то 3d но окей смотрится очки аккуратненько чистенько но классно ну что можно сказать здорово и киска классная немножко странная поза у киски на так в принципе странный фон какой-то грязный такой то есть чистили чистили но не дочистили вот с киской пожалуй самое сложное но смотрите я очень сложно комментировать когда непонятно зачем фотографии сделать с точки зрения изучения света ну в принципе да ну как начальный этап это прекрасно очень здорово пока нет какой-то осмысленности пока нет какой-то идеи то есть когда нельзя сказать я делаю фотографии для того то и для того то сложно давать какие-то комментарии потому что все в принципе хорошо современная техника вообще прекрасно снимает без участия человека то есть автоматика который есть на современных фотоаппаратах уже такого что она практически не ошибается ну то есть ошибается конечно но все реже и реже чем новее фотоаппарат тем реже ошибается и поэтому на эти придраться и серии того чтобы фокус там вас не попал дали тут получилось слишком смазанное изображение я такого уже давно не видел такой очень редко можно встретить современные фотографии да это прям реально нужно постараться чтобы получилось что-то нечеткое не резко ну то есть заняться каким-то другим делом да и упустить из вида например наведение на фокус да это может быть если вас перегружен чем-то другим то есть работали со светом забыли про фокус такое может быть но в целом очень редко поэтому комментировать то что ваш аппарат хорошо снимает ну это уже обычное место что фотографии были интересны в них должно быть что-то то есть вот есть наборы вот вы с этим набором можете сделать что на начать например с попробовать повторять какие-то картины например раз повтора картин потому что картина обычно когда пишут там все-таки больше задумок больше идей вот и больше каких-то мыслей закладываются авторами поэтому можно попробовать пока еще сами не знаете делать имитацию до делать повтор вот и при этом прокачивать свои навыки да и потом постепенно обретутся ваши мысли и ваши смыслы и ваши идеи так в принципе все хорошо комментировать я не вижу что можно здесь вы большой молодец классная фотография так держать дальше изучайте будет все еще лучше когда появится идея будет вообще прекрасно ну как нальем воду будет здорово напомните бассейн уже несколько дней учимся плавать да вот обещали что на десятый день нальют воду так хотела запечатлеть выразительный взгляд и красивую улыбку старинные колонны на фоне должны добавить интерес нет не добавят они интересы почему потому что почему зрители должны старинные колонны добавить какого-то интереса чего бы а современные колонны добавят интереса вообще отсутствие колонны вообще как повлияет на этот кадр никак но то есть принципиально зрителю все равно будут тут колонны не будет колонны либо то они современные ли старинные вообще не играть никакой роли вот что эта фотография о чем это графе фотографии для делается для самого человека то есть вот есть человек он является потребителем этой фотографии для него важно чтобы все смогли увидеть как выглядит эта симпатичная девушка по нам было социальной сети и сказал смотрите я живая я вот так выгляжу и получила бы социальные взаимодействия то есть когда выкладывается такая фотография обсуждает не фотографию обсуждает социальные взаимодействия то есть и серии того что мне я тебе то есть я тебе лайк ты потом не лайк на мы там на связи можно писать какой-то комментарий может там написать подкат если там есть какая сексуальная заинтересованность социальные сети живут по своим законам да они как тут сами там существует но чтобы это было интересно зрителю зрителю уже нужно что-то другое чтобы было просто не просто изображение человека а человек который что-то что что-то делает вызывает какую-то эмоцию вызывает какой-то мысль идею так далее то есть эмоцию но симпатичный человек конечно вызывает безусловно какое-то приятие да то есть приятно смотреть на симпатичного человека но это такая небольшая штука почему потому что такого добра очень много то есть весь интернет завален огромным количеством таких фотографий поэтому вам нужно чем-то выделиться то есть вам нужно сделать что-то такое что было бы не такое как у все остальные вот что это надо придумать это тоже фотографии для пап мам бабушек и дедушек безусловно очень мило очень симпатично очень хорошо но эта фотография вот который аудитория 10-15 человек то есть те люди которые знают этого прекрасного юноша я предполагаю что ты юношная вот те кто его знают вот они будут с большим удовольствием смотреть на эту фотографию они будут большим удовольствием ее там поставить в рамочку повесить на стенку это хорошая фотография тысяча раз повторюсь это неплохая фотография хорошая фотография но у него аудитория 15 человек ну 20 максимум соответственно если вы хотите чтобы было что-то больше аудитории вы должны придумывать какие-то идеи то есть мы живем в такое время когда уже недостаточно просто сфотографируют человека до в девятнадцатом веке было достаточно у вас есть фотоаппарат вы умеете им пользоваться все вы кумир вы герои вы умеете делать то чего не умеем не могут делать другие в двадцатом веке ну примерно та же самая тенденция прослеживалась помните я говорю но где-то концу двадцатого века это уже все пропало в силу того что нет уже необходимости человеку совершать большое количество там телодвижения чтобы получить такой фотографии то есть не нужно учиться многому не нужно обладать какими-то навыками знаниями умением компетенциями все делать это на автомате смартфон от фотографирует одним кликом чпок получили как только что-то получается легко и само и без того части человека с минимальным участием человека все сразу цена этого падает сразу падает то есть вот английские булавки когда их делали вручную знаете английский было защёлками они стоили безумных денег они были очень дорогие это было очень дорогое аксессуар не знаю там украшение сложно кстати они были украшением да почему там же был просто очень дорого и поэтому их делали точно так же как-то брошки да как украшение поэтому это было очень дорогое явление а потом появились машины которые стали делать эти английские булавки просто безумным количеством сколько сейчас стоит английская булавка вы они вообще вспомните нет не вспомнить да почему потому что это вообще такая копеечная вещь гвозди ковали раньше кузнецы и кузнецы были в большом почете может ли вы сейчас вспомнить одного хоть кузнеца нет я думаю понятно так дачная фотография ну в принципе довольно симпатично здесь уже появляется настроение я бы конечно подальше может быть от цветов побольше самой улицы захватил бы да и показал бы именно настроение вечернее уличное в принципе это хорошо пейзажи но при пейзаже можем много говорили поэтому смысла нет повторяться до чтобы был интересный пейзаж симпатичная картинка и чтобы он был прям реально интересный нужно поймать какое-то явление явление события необычное что-то такое происходящее тогда это будет ценно бабочки на цветочку ну тоже симпатич за счет цвета света здесь хорошее настроение в кадре но он смотрится хорошо и не смотрится банально вот и действительно так то есть светом у вас хорошо с ощущением цвета с пониманием все очень здорово поэтому в принципе вам нужно теперь докрутить именно сюжетную составляющую потому что вот эта картинка мне очень нравится на хороших пожалуй из этих всех представленных одна из самых лучших в ней есть настроение вот тоже неплохое двигаемся дальше людмила со щенком значит почитаем нам же интересно что же там было написано это фотографии хотелось показать трогательные взаимоотношения маленького щенка и человека ну возможно направление верно вот но для того чтобы показать именно трогательные взаимоотношения нужно именно взаимоотношения потому что сейчас это не очень очевидно мы не знаем что выражает этот человек то что выражает щенок мы можем додумываться исходя из зону каких-то наших представлений о том как ведут себя щенки ну я того что он похож на человека который вот каким-то образом там что-то чувствует да похож на не факт что это чувствует может он хотел вырваться или описать свою хозяйку щенки так любят делать при этом делаю мильные рожицы вот поэтому исходя из этой фотографии то есть зритель видит то что видит он видит что кто-то тискает щенка но если какая-то у него там трогательные взаимоотношения на это мы не видим до чтобы это показать нужно прям показать реально как человек вот ему очень нужно как-то вот чтобы он у этого щенка обнимает он его там целует одного как-то там прижимает к себе тогда это будет очень здорово тогда это будет класс потому что сейчас но видно да но прямо что это прям собака всей жизни для человека такого нет очень много есть трогательных фотографий с людьми и животными так давайте посмотрим дальше так то у нас тут смотрим 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 просто забавный стрит может попробовать хотел показать забавного человечка но не поворачивается такой написать ну просто забавный стрит на смотрите ну да вы нашли что-то смешное мы нашли что-то забавное это показали людям люди сказали в общем-то некая доля прикольного в этой фотографии свершилось правда все сразу забудут но тем не менее небольшую эмоциональную выдали подсказку так здесь пейзаж но в целом в целом не нравится атмосферно очень ярко пятно конечно привлекает внимание на себя перетягивает внимание вот тут классно тут у нас и туман тут такое достелется и свет ночного неба и какая-то там мальчика чем-то освещенная то есть мне кажется очень интересно вот это вот выбивается я бы это убрал бы пятно ярко в целом хорошо с настроением ну вот прекрасно этот необычные туристические фотографии то есть не просто туристик фото а люди которые стоят неподвижно до среди большой толпы которые гуляют и не как раз вот та самая идея подумать на подумать на тему осмыслить суету которая вокруг нас происходит но в идеале конечно было бы здорово показать что эти люди что-то делает если при целуются здесь получается они она его обнимает а он смотрит смартфон ну какая такая история получается двоякая то есть вроде бы как вы рассказывать историю про то что суета вокруг на них не властно но при этом внутри то у них не самое не самые нехорошие отношения то есть он 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 смартфон воткнулся она в него отсюда получается опять же рассогласованность смыслов в результате зрителя будет вам ну как бы для него быть не очевидно непонятно что нужно делать то есть вы ему не даете инструкции говорите смотреть вот там внутри такая история снаружи такая история сам подумаем скажу да нафига мне это думать скажет зрители не будет на это смотреть к сожалению вот у него такой подход то есть вы поймите что зрители он в принципе довольно в этом плане дурацкий вот так выглядит не очень абсолютно на момент где в телефоне так одна из иных фотографий где что-то пытался показать пытался показать величественность собора съемка с нижней точки подчеркнуть его старину величественность собора она хорошо смотрится на контрасте с людьми то есть вот сам по себе собор он не очень величественно почему потому что нет отсылки на причем еще нужно понимать что готические соборы строились таким образом что пропорции были намеренно искажены то есть их вытягивали вверх и делали у них двери окна специально диспропорциональным чтобы вызывать как раз у посетителей этих соборов ощущение не к никчемности ощущения мелочности ощущения их маленького перед богом да то есть вот их специально так делали это вытягивали окна и двери все чтобы когда человек подошел близко он понял что издалека вроде домик такой до маленький подошел и понял что эта дверь вот такая вот она гигантская то есть какой-то гигант живет в этом храме обитая да и вот это как раз подавляла людей и вызывало трепет и шок до у тех людей которые приходили в готические соборы поэтому это нужно показывать не самоцельно а нужно показывать на контрасте с человеком человек букашка храму google тогда вы сможете показать тогда вот это величие как раз храма и будет вот по поводу его старину но он и сам по себе старина да то есть чб для этого не нужно мне кажется в этом нет необходимости вот ну и статуя это то что написано не знаю что сказать скульптура микеланджелоса учеником нужно может сказать ну вот да вы сфотографировали скульптуру ну смотрите с точки зрения зрителя он скажет ну типа где-то какая-то скульптура кто это поди пойми кто не знает тот и не узнает вот будет ли это интересно зрителям не будет почему потому что статуи каждый человек в течение своей жизни видит огромное количество и зеленых и белых каких угодно вот и на улице и в помещении поэтому то что кто-то сделал какую-то статуя какого-то человека для человека зрителя это не является каким-то откровением вот если с этой статой что-то происходит вот тогда мы говорим вот вот она сюжет вот она мысль понимает о чем речь я буду краток не буду долго что у нас тут это фото сделал мной в домашней студии на фото мои знакомые нужны были портрет фотографии хотел показать красоту девушки и мэйкап обработка пытался делать ближе к бьюти вот хотел бы узнать по обработке так ну что давайте посмотрим обработка ну все в принципе смотрится неплохо все вроде на месте вот при этом не вызывает какого-то отторжения но в целом окей у вас все получилось но опять же так бегу если смотреть то все все в принципе очень получилось неплохая обработка только живо похоже на настоящего человека что очень редко бывает вот и смотрится хорошо вот с точки зрения ну света да тоже в принципе вполне возможно несколько агрессивный контровые пригасил бы чуть поменьше бы сделал не вот и в целом да в целом нормально ну то есть если вам хотелось какой-то портрет на фотографии то вы и сделали она получилась хорошо в принципе очень здорово обычно забывают тут тоже ретушировать а тут бывает много складочек которые я на котором бы я бы обратил ваше внимание и если делаю 3 то что смотрите вот лицо кожи выводят там почти в идеал руки про руки забыли а руки как были так и остались да вот и здесь складки тут это все осталось то есть вот на это я обратил ваше внимание все бы это под право то есть с этим плечом поработали тут со складка поработали а проект забыли здесь смотрим тоже руки да и кисти рук забыли вот эти места тоже с ними нужно работать в целом в целом неплохо вот но опять же здесь что-то комментировать удалось окей будет ли это интересно другим людям маловероятно почему потому что другие люди посмотрят на эту фотографию скажет ну девушка на таких фотографий просто огромное количество очень много таких фотографий понятно зачем он делают коммерчески коммерческой фотографии делается с целью что-то там продать вам задачу ее продать как правило если мы говорим пробьют это задачи продать косметические средства либо косметические средства либо навыки ретушури р Laser sure как бы визажисты но то есть вот как он умеет делать как он умеет делать какой классный там какой-то рисунок lifetime там придумывает да и он продает вам эти моменты без фотограф бьюти съемки зачастую это нажимальщик на кнопку то есть он выставить должен аккуратно ровно свет до сделать так чтобы не было никаких там перекосов какую-то сторону и сделать кадр то есть он стоит очень такой как бы придаток вот на нажимание на кнопку на может быть звучит несколько грубоват но по факту так и есть сколько я не видел бьюти съемок они все сводятся к тому что работает визажи стилист он показывает свой труд он показывает свою работу фотограф там практически не работает он там единожды поставив как-то свет практически так без каких-либо там заметных теней без каких-либо грехов дальше может просто это нажимать на кнопку то есть от него толку мало фотограф ну его вклад не очень большой в бьюти съемку вот портрет на фотографии совсем про другое то есть портрет это про рассказ эмоции самого человека то есть кто фотографирует фотографа да он рассказывает свою идею мысль эмоцию через модель то есть он доносит до зрителя что он чувствует или что он переживает или ту мысль который хотел бы донести используя модель поэтому то фотографии которые вы сделали она не портрет на это не портрет хоть это изображение человека это не портрет то есть многие люди думают что это портрет на портрет на фотографии есть кстати тоже у нас курс который называется прям так портретная фотография там я подробно эту мысль объясняю разжевываю поясняю и все это рассказываю почему это так вот почему это не портрет почему это просто изображение головы человека дали там изображение человека потому что здесь нет вот этого самого выражения там это очень важно вот поэтому с точки зрения техники здесь все неплохо я не вижу каких-то можно там дольше ковыряться может что-то найти но в целом хорошо так что-то у нас здесь такое какая-то обнажён натура дайте посмотрим что у нас здесь алексей и описание нет и причем фотографии не до загрузилась кусок ниже не загрузился ну что можно сказать красивая девочка что глядя на фотографии сказать мне не знаю ну то есть с точки зрения опять же эмоции такие снимки подобные снимка конечно вызывает эмоции да потому что сексуальное возбуждение тоже эмоции эмоциональная сфера другой вопрос что многие считают что это воздействует на какие-то примитивные наши центры и считается что это не очень хорошо не очень классно тут другой вопрос опять же а что считать классным возбуждение при виде еды там когда слюна капает очень красиво вкусно показана еда на тоже вроде как отсыл каким-то примитивным базовым каких-то инстинктам вот и поэтому получается что очень многие вещи построены на базовых инстинктах это хорошо если удастся что-то зацепить человека вот если говорить про сама фотография кусок фотографий который мы видим я не могу что здесь что-то сказать что прям что-то здесь цепляет ну так в принципе неплохо как-то выделить среди массы других фотографий не могу но может мы что-то не видим там просто они не до конца загрузилась поэтому сложно сказать так а тут какой-то у нас что-то у нас здесь такое лодочка плавать на воде хотелось передать красоты русской природы умиротворение которое испытывает человек наблюдает такой пейзаж здесь прием композиции симметрия написано ну да прям композиции симметрия смотрите вот с точки зрения этого пейзажа все очень классно все очень здорово только сейчас покажу одну вещь что должно быть на мой взгляд чтобы это было прям вот хорошей фотографии нужно сделать вот так вот прям прям горизонт поправить вот даже но чуть-чуть можно там оставить вот тогда это будет симметрия тогда это будет умиротворение тогда это будет как раз красота пейзажа вот и будет очень классно очень здорово то есть вот то небо которое наверху вообще никому ничего не нужно почему потому что я уже говорил сто тысяч раз повторяться смысла нет но на всякий случай все-таки скажу раз уж еще сегодня про это не говорил небо она везде примерно одинаково вот везде примерно одинаковое небо может ли быть такой небо какое вы сфотографировали в новой зеландии может быть может быть такое негао на северном полюсе может то отрежем нижний торос увидим небо очень похожее может быть небо примерно везде одинаково она конечно разно да там облака который бывают на экваторе они одни это там облака который случается там где-то на северном полюсе они бывают другие немножко по-разному выглядят разные цвета разные там световые условия, но в целом похожее небо, если подождать, если там что-то там посмотреть, то скорее всего вы сможете встретить. Поэтому, когда оставляют много неба, это ненужная вещь, она никому не интересна. То есть большой кусок того, чего каждый человек может увидеть. Чего он не может увидеть? Он не может увидеть вот, например, такую вот красивую водную гладь и моторную лодку, которая на ней жужжит. Вот прям со звуком получилась фотография, прям слышно, как она жужжит и растекается. Вот, если вы хотели русскую природу, то я бы что-то еще на передний план помещал бы, какие-то элементы, чтобы показать, что это русская природа, ну или пытался бы как-то найти какой-то кусок, чтобы он больше соответствовал русской природе. Почему? Потому что здесь природа какая-то инвариантная. Ну то есть такая, которая может быть где угодно, то есть такой лес, вот он где угодно смешанный. То есть он не русский по своему определению. Почему? Потому что мы знаем, что русская это березки. Вот. А здесь просто какие-то кусты. Да, это карельские, может быть, запросто. лес, да, там. Хотя он тоже, ну, считается, да, Россия, ну не русский, там уже получается Суоми ближе. Вот. Ну лодка, да, конечно, она здесь наша. Вариантов нет. На таких утлых лодочках мало кто где здесь есть, в платочках, да. Поэтому, конечно, какая-то здесь есть отсылка к нашей идентичности, но она довольно слабая. Вот. Поэтому если вы хотели именно эту тему, что вам российские и русские пейзажи, то я бы искал бы какой-то элемент, который бы это мог бы рассказать. Березу в идеале. Было бы очень здорово. Мне кажется. Может быть, я как-то мыслю более узко. Так, ну, можно даже не читать. Здесь очень все красиво, все очень здорово. Вот как раз к вопросу о том, что должно быть в пейзаже, чтобы он был хорошим. Да, вот. Поймать погодное, природное явление, которое выделило бы его среди всех остальных. Удалось. Удалось? Удалось. Поймать? Поймать. Вот. Или создать, не знаю, там уже другой вопрос, как это получилось. Но мне кажется, очень здорово. Здесь есть два момента, на которые я обратил бы ваше внимание. Первый момент, про который я твержу еще с самого начала, то есть пейзаж интересен, когда в нем есть что-то, что вы поймали. Вот видите, ох-ух, ах, да, пошли, да, все вот эти вот классные моменты, да, как раз вот поймали. Вот тогда все говорят, ах, ох, ух, да, потому что не просто некое там поле, да, в котором над ним облака, да, вот, а что-то, чего, в принципе, не так часто бывает, не так легко поймать, не так легко создать, да, вот тогда это ценится. Это первый момент. Второй момент, здесь есть, конечно, прямая такая явная отсылка к передвижникам, да, к работам передвижников, к картинам, к живописи, и это я, по крайней мере, здесь вижу, да, и поэтому мне кажется, это очень классно, когда вы делаете какой-то второй слой в виде отсылки к творчеству художников, то мне кажется, что это прям очень круто, это как раз повышает ценность фотографий, почему, потому что люди видят здесь два дна, да, то есть вид одно дно, это обычно, ну, не два дна, грубо говоря, так, два, два, две матрешки, да, в одна матрешка это вот просто красота природы, вторая матрешечка это вот отсылочка к картинкам, о, класс, да, к живописи, и сразу вспоминает целый пласт истории, связанной живописи, да, и Шишкин здесь прекрасно, на мой взгляд, хороший, хороший кадр, мы увидели сейчас, так, и, давайте посмотрим, что у нас здесь, смотрим, итак, щенки, бультерьерчик, накормление, собрались со своими хвостиками в интересную геометрическую композицию, на мой взгляд, не могу сказать, не могу разделить с вами этого интереса, вот, потому что, ну, я вижу, что щенки, вижу, что они тянутся к руке, но, наверное, просто нужно быть очень большим любителем этих собак, вот, и тогда, возможно, это все, 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 все в том, вот, Игорь говорит, лишь бы не искусственный интеллект, ну, понимаете, в чем дело, на самом деле, да, по большому счету, пускай бы искусственный интеллект, если человек может сделать такую картинку, сгенерить ее нейросеть и отобрать ее, и приложить какие-то усилия, чтобы это сгенерировалось, ну, почему бы и нет, мы говорим, конечно, про фотографии, да, хотелось бы, чтобы это все-таки была фотография, хотелось бы, но, в целом, нужно понимать, да, что творчество, оно может быть и без фотографии, мы приходим постепенно к этому, да, что, фотоаппарат, может быть, и не нужен в некоторых случаях, а если нужен, то помните, да, что мы исходим из того, что человек сделал все-таки это с ними, так, вот, опять же, не могу разделить, ну, просто здесь, смотрите, если говорить, то что здесь, здесь собачки, милые собачки, которые нюхают руку, значит, если вы хотите, чтобы изображения собак были интересны не только собаководам, интересны были другим людям, то моя рекомендация, что-то делать, чтобы их делало более интересно для всех остальных, а один из вариантов, что было интересно для всех остальных, это антропомортность поведения собак, то есть, когда собаки ведут себя как некие человеки, переодетые в костюм собаки, тогда такие фотографии пользуются большим, большим, каким-то вот, больше похожестью на людей, вот, тогда будет очень здорово, то есть, вот, это так классно, то есть, вот, если посмотрите, какие фотографии животных пользуются наибольшим популярностью везде, всюду, видите, где животные похожи на людей, которые что-то делают, ну, только они переодеты в костюм собаки, кошки, не знаю, там, то есть, ведут себя по-человечески, вот тогда это будет здорово, здесь собаки не ведут себя по-человечески, вот здесь ведут себя по-человечески, вот это прекрасно, вот это справа не нужно, а слева шикарно, шикарно, прекрасно, вот как раз замечательный пример антропоморфности поведения вот справа, вот этот пёс невинный, непонятно, что он такое там из себя представляет, кто это такой, зачем он нужен, грязным смотрится и некрасивым, с точки зрения зрителя а вот это смотрится прекрасно вот видите один прорывается я только спросить это второй дают все вы только спросить случай в поликлинике прекрасная история замечательный замечательный кадр вот и получилось очень классно вот это кстати очень хороший пример поведения антропоморфного собак то есть они не важно что они испытывали такие же эмоции как мы считывают важно то что мы видим на вот это важно хороший вариант так что у нас здесь здесь у нас какая-то история это я даже не был час�� смотреть потому что в принципе уже понятно да что фотографии не очень опонятным то есть какие то дети которые что-то делают и для зрителя это будет не очень очевидно то есть для всех остальных до фотографию будет о том что кто-то куда-то пошел может быть для того человека который там присутствовал может быть это будет полезно интересно для всех остальных нет то же самое кто-то купается на море к сожалению да и там кто-то бежит собачкой вот такие фотографии были дико популярны в первым 50 60-е годы опять же почему потому что возникла техническая возможность куда-то взять фотоаппарат собой залезть ним воду и при этом не угробить фототехнику при этом не угробится самому появились компактные камеры и много людей стало с ними экспериментировать ну прям не то что они появились прям тот момент 50 60 года не появились естественно раньше но ульфа то любители они появились и не только у фотолюбителей профессионалов у них появилась техника с которой можно залезть в воду по пояс и при этом ты не стоишь с этим огромным ящиком при этом там не сильно паришься на тем того спокойно может держать и тогда это был бам разрыв шаблона то есть прям реально круто фотография прямо из воды сделано и тогда это было очень классно прошло уже с тех пор очень много лет там лет семьдесят точно прошло да и все это ценности уже к сожалению потеряла вот и такие фотографии представляет интерес для самих людей которые принимают в этом участие то есть что-то они делают куда-то бегают для них это соревнование важно вот а для всех остальных было бы здорово если бы помните да антропомортность поведения людей и животных да было бы вот какой-то такой чтоб мы могли бы здесь что-то такое интересное в в остальном это фотографии будет интересным кто увлекается собаками да они бы скажут ну да действительно прикольные темы это кстати не такая уж маленькая категория людей но тем не менее так пейзаж с пейзажем все понятно в принципе хорошо здорово классно замечательно хорош пейзаж но все очень красиво очень четко резко но мы уже говорили что пейзаж был ухах и ох нужно что-то поймать какое-то явление события действия чего-то такое чтобы зрительского я это очень никогда не видел вот здесь настроение хороший кадр мне нравится настроение эмоция да вот как раз холодного чего-то такого куда-то бредут там папа с сыном судя по всему да такое прям вот все очень грустненько и куда-то они в туман идут как раз вот здесь до настроение грустного и немножко мрачного депрессивного все классно ну вот этот кадр мне нравится вот эта улица какая-то настроение небольшое настроение есть мне не нравится то что вы белое превратили в серый это смотрится очень неправильно обработан то есть был здесь белая вы сделали его серым зачем вы это сделали непонятно то есть какая-то была видимо в этом логика так давайте посмотрим у нас уже следующий автор смотрится что здесь все-таки написано мне интересно улица старого города просто зарисовка на тему таллина так ну хорошо зарисовка на тему города она интересна когда в этом городе что-то такое знаковое на то есть вот не просто вот на меня например не знаю что это за город я бы решил что это арбат например ну и любой другой города вот принципиально без разницы да и потому что он безликий вот этот вот кусочек безликий и сказать какой-то город невозможно ну то есть если там я не был до этого стоит то есть сказать не могу вот поэтому любят какое-то очень специфическое место либо зарисовка когда он очень характерный когда характерные какие-то черты вот в этом месте то есть если мы говорим допустим про париж что все сразу вспоминают кафешки кафешки в которых сидят люди неважно что этого может быть уже давно и нет такой нюанс кто был там в париже относить недавно тут может точно подтвердить даже что к сожалению тот париж который мы видели в кино и который нам вспоминался который был еще буквально 10 лет назад он постепенно исчезает хорошо это ли плохо другой вопрос понимаете исчезает что-то одно появляется что-то другое то есть для нас он был такой для поколения людей которые там 20 лет назад были друг был 3 до 100 лет назад еще 4 был данный разный все время в этом наверное нет ничего плохого надо понимать что движение времени она вот такое вот да вот есть была такая москва стала другая москва теперь станет третья москва она меняется меняется москва меняется нью-йорк меняется париж да все меняется но если мы говорим про фотографию то интересно запечатлеть какой-то момент который был бы наиболее характерен то есть если мы говорим там про старую москву то это одна история если мы говорим там про на условном горит аллина там не было поэтому наверно там что-то есть другое что очень характерно там в каждом городе есть какие-то моменты который мы считаем текущий момент наиболее характерным поэтому если вы хотите именно делать зарисовки конкретного какого-то город не безы пока у какого-то город как у вас сейчас получалось характерного города нужно искать характерные моменты которые были бы именно про этот город в это время ну или в какой-то другое время discounted переместись назад ну покажите как это было раньше так зарисовка ну честно говоря сложно сказать что это не читая описание не читая описание идея показать контрасты которых несколько на фото также связи шагающие люди нет нет смотрите связи шагающие люди ну давайте пример связи это не просто шагающие люди прием связи возникает в случае когда у вас есть подобие чего-то изначально разного то есть когда стоящие не знаю какой штатив на переднем плане с раздвинутыми так буквы а ногами очень похож на человека который идет сзади смотрите штатив и человек это разные объекты но они похожи в своей сути там голубь шагает похоже на караульного который шагает на заднем плане там фотографии да вот тогда мы можем говорить при прием связи прием связи возникает не просто от того что с графе или трех людей шагающих до в кадре попали там 45 неважно прием связи возникает в тех случаях когда вы находите подобие в изначально неодинаковых вещах то есть тогда вы говорит ух ты прикольно смотрите вот эта машина у нее фары там решетка радиатора похоже вот на этого человека у них выражение лица похоже и тогда мы говорим о возник прием связи если у них подобие возникло до или что-то еще вот тогда это будет здорово тогда это будет классно потому что шагающие люди они не возникают ничего просто шагающие люди вот если говорить про контрасты опять же прием контраст это противопоставление то есть когда кто-то противопоставляется кому-то кто может быть противопоставлен юноша идущий там втыкающий смартфон может быть противопоставлен допустим юноша который наоборот всем живо интересуется который смотрит во все глаза и тому класс где я оказался этот погружен себя в мир интернета а этот наоборот погружен в то что там он видит вокруг любознательность противоположную чему противопоставляется да там вот наоборот замкнутости глупости да вот можно противопоставить его тогда будет контраст тогда будет противопоставление то есть человек на велосипеде противопоставляется кому давайте подумаем кто может быть противоположность человека на велосипеде да не знаю какому там человеку на автомобиле да то есть один за здоровый образ жизни другой за там типа комфортное существование но при этом не очень здорово вот и тогда вы можете сделать контрасты здесь контрастов нет кадр выглядит довольно случайно к сожалению не случайно это не комплимент к сожалению это скорее наоборот потому что случайный кадр подразумевает что человек шел-шел случайно облокотился на кнопку спуска висящего на на шее фотоаппарата и сделал фотографию потом пришел до выводу некая фотография такой ничего так можно она же похожа на то что делал там не знаю какой известный фотограф он тоже там снимал контрастные фотографии на улице я тоже и пошлю покажу всем не только в контрасте фотографии дело суть в том что там есть какие-то фишки которые фотограф находил и показывал здесь к сожалению этих фишек я не вижу ну может быть они где-то есть но мне не видны так но в принципе прикольно с настроением но какая-то картиночка такая солнечная и вот как раз есть небольшое настроение было бы очень здорово если присутствие как-то людей вы здесь обозначили на этом полотенце оставлены дали там на плавке висят сушится или там вино недопитая было бы здорово потому что сейчас получилось такая типа здесь были люди но пустовато но в принципе прикольно так и тоже такой пример тоже такой случайный кадр на мой взгляд почему случайно потому что здесь хоть и есть обнимающийся пара на переднем плане но принципиально и и обнимашки ничего не меняют в этом кадре ну то есть будут здесь обнимающиеся люди или мы их сотрем и уберем поменяется ли смысл кадр станет ли он от этого хуже нет не станет ничего не поменяется уберем всех людей вообще ничего не поменяется сделаем что идут то вот здесь пара в эту сторону и такая же пара идет другую тоже ничего не поменять к сожалению принципиально здесь ничего не меняется потому что здесь фотография на мой взгляд не содержит смысла ну то есть вот такого чтобы сказать вы знаете вот эта фотография она так выглядит как гимн любви или там она выглядит как вот прикольный момент пойманные такое что прям реально хочется его повесить на стенку запечатлел в рамочку повесил нету вы этого нет погодное явление но если мы говорили про там красивый у нас у кого-то там был возникли дата александра такая тема там перекличка с знаком пешехода нет ни переклички я не вижу переклички но я не нахожу здесь переклички со знаком пешехода почему там же пешеход идет он один во первых на вторых он идет широко шагает а вот что здесь кто здесь широко шаг ни с кем не перекликается ну какая-то очень натянутой стоит вот хотел сказать что закат тоже вроде бы красиво но есть проблемы закатов которые заключается в двух момент 22 такие серьезные проблемы закат во-первых закатывать именно такие вот как здесь такие прям закатный закат прямо тоже финальная стадия вот как здесь или как здесь это очень красиво это очень здорово особенно глазами и поэтому возникает желание это сфотографируйте поэтому подобно очень много то есть не как у нас было у одного автора который там было небольшой такой заката где там небольшой предвестник заката и только это оттенял а прямо такой закатный кадр который прям вот именно что совершается закат и поэтому таких очень много и вы сразу попадать в категорию фотографий которые прям большом количестве присутствует и первый момент но и даже еще не страшно это еще даже не пол беды четверть беды то что вы попадаете в такую категорию другие три четверти беды заключается в том что наша фототехника не способна запечатлеть ту красоту заката который мы видим на самом деле но не тянут наши фотоаппараты сейчас сделать такую вот картиночку которая была бы идеально передавала бы то что вы видите своими глазами это тот пердуха который испытывает человек глядя на эту картинку собственными глазами он к сожалению выпадает его здесь к сожалению нет и поэтому получается из того что выйдет вот особенно здесь вот все отсечка пошла папа пропали полтона пропали какие детали белые начинают выбиваться все зелень полезла из-за того что уже фотоаппарат не тянет он в зеленом канале содержит больше информации поэтому у нас здесь не оранжево желтый зеленый какой-то цвет зелеными ореолами да вот с такими из-за чего из-за того что матрица уже не справляется с этим ярким и очень насыщенным цветом не может ее вытянуть и в результате мы получаем такую картиночку который смотрится довольно убого в плане техническом отсюда это сразу все видно это сразу все бросается в глаза и поэтому красиво и хорошо снять закат очень сложно все бросаются в силу того что это очень красиво смотрится очень великолепно это выглядит но к сожалению ни к чему хорошему это не приводит вот человек на фоне заката ну окей еще человек на фоне заката еще человек чашка кофе и еще один закат ну в целом пожалуй среди всех этих закат вот это лучше почему потому что здесь уже не такие большие требования к возможностям фотоаппарата поэтому здесь еще он как-то тянет но в целом проблема еще раз повторюсь заката в том что это очень красиво но довольно убого смотрится к сожалению авто на фотографии почему потому что есть проблема которая заключается в том что техника не тянет такой большой динамический диапазон и нет возможности на наших мониторах это красиво посмотреть пока мы не готовы к простым снимкам закатов будут технологии 10-битные не знаю мониторы 12-битные там что-то еще там какая-то светимость большая большой контраст будет поддерживать монитор и вот тогда мы сможем насладиться не фотоаппарата тоже подтянутся даме 16 бит у них там будет это 24 или 32 бита может еще какие-то другие технологии появятся встроенные hdr и тогда мы сможем насладиться тем самым видами заката которые видим своими глазами а сейчас нам нужно с ними работать работать как нужно пытаться упихнуть весь этот динамический диапазон в одну картинку а это не такое простое занятие потому что она требует прикинуть что оставить что вытянуть и просто кликом одним это к сожалению не получится ну и даже обработка там тоже не получится почему люди я пролистаю да почему потому что это фотографии которые интересны самим людям то есть вот эти люди которые здесь изображены вот такой человек с чашкой этот снимок будет интересно самому человеку вот кому будет еще интересно 10-15 человек родных и близких с ним да то есть вот там папа мамы бабушки дедушки если они есть дети может быть какие-то коллеги по работе коллеги по работе уже так на излете то есть они там будут интересоваться и серии того что там жив курилка ну и молодец вот те лайк в социальной сети да почему потому что это будет уже социальное взаимодействие остальным такая фотография интерес не будет представлять почему потому что в ней ничего не содержится никакой полезной информации никакой эмоции никакой мысли здесь нет и поэтому что мы можем сказать ну какой-то человек такой или сякой без разницы вот закаты закаты 1 закаты 2 закаты 3 ядовитые цвета очень ядовитые цвета это та самая проблема про который я уже говорил попытка каким-то образом в процессе пост обработки вытянуть ту красоту который мы видим попытаться и впихнуть в кадр вот и к сожалению ведь что получается да не очень получается на мой взгляд вот давай сейчас остановим давайте я сделаю перерыв небольшой но прежде чем мы сделаем перерыв я должен опять же сказать это важно да что у нас до 30 числа скидка 20 процентов на все курсы имени меня обязательно нужно это сказать потому что у нас есть приуроченность нашего стрима вот и для участников стрима дополнительно будет скрип скидка 3000 рублей она уже пришла промо-код уже у вас есть можете выводить можете использовать эту скидку да это все очень полезно на все курсы которые большое количество у нас есть курс ведения фотографий нас есть основа фотографии у нас есть основа фотографии практики для тех кто хочет как раз наблатыкаться с технической точки зрения и с творческой да есть портретные есть студийные есть ретушь для фотографов есть очень много курсов которые на мы вам предлагаем но это еще не все есть и другие курсы поэтому приходите и смотрите пожалуйста какие есть еще варианты и других преподавателей кстати обратить внимание что я не единственный здесь сегодня как раб на галерах краб но вот и 6 аж мастер-классов идут подряд у нас такой марафон открытых дверей поэтому приходите к другим преподавателям тоже обратить на это внимание еще раз хочу сказать что вы большие молодцы все очень красно все очень здорово в начале да всегда куча комплиментов очень классно делать фотографии действительно мне очень нравится многие фотографии смотрю с большим удовольствием и все очень классно то что вы вообще участвовать в этом направлении фотографии и это действительно классно это здорово вот поэтому комплименты в начале а теперь критика критика вот остановились манна на этих работах и в принципе уже понятно что я хотел бы сказать на к сожалению излишняя насыщенность она не самый лучший вариант она вредит по нескольким причинам потому что слишком сильное насыщение убивает детали в это во-первых до цвета становится менее детализирован то есть вы убиваете переходы то есть вот если посмотреть допустим вот на этот вот часток да то здесь изначально было бы много переходов было бы много разных полутонов а вы сводите их там к трем основным цветам красный желтый оранжевый да и все вот и вот это тонкость очень высоким высокой насыщенности вы убиваете и это делает во-первых снижает детализацию во вторых это делает цвета более примитивно более примитивные цвета это очень конечно приятно воспринимается детское восприятие с такой понятие детское восприятие это когда все довольно примитивно упрощенные все довольно такое простое до нравится да то есть вот детям нравится какие вещи шоколад на макароны нравится хлеб нравится да почему потому что простые углеводы это очень быстро усваивается и очень легко организм их может потреблять то есть детям нужно что бежать дальше заниматься своим делом быстро закинулся шоколадка побежал дальше все вот это все там сложное какое-то мясо переваривать да или там какие-то там не за этом оливки есть которые со сложными вкусами со сложными всякими этими механизмами поглощения и расщепления это все детям не нужно и поэтому организм говорит дай шоколадки а вот это вот все твое что-то там брокколи меня питаешься пытаешься запихнуть нет не надо не потому что они невкусные а потому что так устроен организм и запитать ребенка какими-то овощами крайне сложно а вот запитать макаронами вообще легко и гамбургерами на раз-два-три легко вот и примерно то же самое происходит с цветами то есть когда вы даете на вход такие насыщенные краски вы тем самым себе подтягивать аудиторию людей которые помните из нижней пирамиды вот это вот как раз вот марта ноу нижние пирамиды нижнего основания то есть те люди которые обладают никаким восприятием вкусовым то есть они не разбираются фотографии важно что было ярко им важно что было просто то есть вы подтягиваете ну по сути детское восприятие из детей до которые которых легко привлечь и точно так же легко потерять их внимание которые вам ничего не могут у детей нет денег их нету какого то воздействия не могут вам ничего дать ну как бы такой глобальный масштабе то есть это не денег не слава к сожалению вот и поэтому работая с такими очень насыщенными красками вы ориентируйтесь на аудиторию который находится в нижней части этой пирамиды к сожалению это вам ничего не принесет поэтому если вы хотите что-то получить больше чем просто там грубо говоря мимолетное внимание вот этой аудитории то вам нужно переходить на что-то другое на какой-то другой уровень вот и переходить туда где будет более сложные более такие комплексные вещи до которые будут уже не упираться только в яркие насыщенные краски а во что-то другое будет упирать в какие-то перед а полтона переходы ну тогда будет все хорошо вот по поводу на экваторе такие насыщенные цвета понятие цвета очень весь относительно потому что сам по себе цвет или такие цвета это все завязано на наше восприятие то есть на наше восприятие есть такой притча такая когда пришел ученик художнику и художник ему говорит посмотри на небо давай учи меня говорит художник хорошо давай смотри на небо он смотрит на небо ну что там видишь вижу синее небо смотри внимательнее говорит начинает смотреть внимательнее он ведь ну вижу что есть голубое небо и темно-синее смотри еще внимательней то начинает смотреть на это небо и видит что там есть голубое там есть фиолетовая там есть розоватая да и он говорит о я вижу вот так больше еще внимательнее и так далее там притча когда пока он там не доходит до того что начинает видеть очень много цветов в этом небе то есть не просто голубое небо видит а многие детали в этом случае он становится уже как раз более опытным учеником и в этом вся фишка давай если говорить про цвета то есть не просто ядреные краски такие насыщенные цвета а именно большое количество каких-то интересных переходов каких-то полутонов каких-то вот может быть более сложных комбинаций и тогда это будет смотреть очень круто то есть тогда вам будут говорить что о вы обладаете вкусом видеть интересные цвета на экваторе понимаете чем дело то же самое то есть вот вы смотрите первый взгляд может быть что-то насыщенное но суть не в этом но не в том что вы там увидели и хотите это рассказать там всем остальным в том что вы находите что-то интересного смотрите на небо дольше начинаете видеть больше пример такая история на несколько философски но так вот за две минуты не объяснишь глубоко погружаться в это пока у нас нет возможности так красивую щели если тут не очень понятно да каким боком каким это перекопом вот таким кадром очень хорошо бы иметь какой-то дополнительный элемент который показывал бы масштаб какой дополнительный момент что-то антропоморфно чтобы давал нам понимание а вот какого размера это скала большая она или маленькая человечек который здесь бы стоял барашек не знаю или палатка которая могла быть здесь сразу бы сделал бы фотографии намного интереснее потому что в таком виде даже непонятно что это такое с какого ракурса снята откуда это смотрится то есть может даже с квадрокоптера снято прямо сверху вниз но не понятно это сложно понять поэтому этому кадру нужно какие-то ориентиры нет ориентиров нет понимания вот в этом кадре лучше здесь есть настроение солнечная тропинка по которой идут люди могли бы идти люди да потому что здесь для людей все сделано и в принципе солнечный свет смотрится очень хорошо заливает здесь все настроение появляется несмотря на что технически фотографии несовершенно но здесь есть настроение не могу сказать что прям кто-то захочет повесить эту фотографию на стенку к сожалению но мне кажется довольно забавно так что у нас здесь написано есть эмоции это хорошо но не очень сильно выражено так куда-то мы уехали здесь я думаю что мы скоро будем закругляться потому что в принципе многие вещи которые хотел вам рассказать я рассказал к сожалению мы не можем себя рассмотреть вы должны это понимать вот работ довольно много и так моя цель сделать серию портретов с одинаковым студийным освещением но с использованием разных цветов окей с одной стороны я хотел создать образ и показать персонажа на фото в эмористическом и даже абсурдном ключе с другой стороны прорекламировать тот или иной фрукт или овощ поскольку мне интересно food фото значит значит смотрите ну вообще зачем рекламируют овощ это очень мне напоминает серию которая у нас была раньше реклама там летайте самолетами аэрофлота в советском союзе что блин еще какими-то другими можно было летать насколько я знаю советском союзе ничего кроме аэрофлота не было вот ну такого на чем можно было бы летать простому гражданин да поэтому реклама аэрофлота она не очень нужна и рамка как это реклама овощам она тоже не нужна в общем задача рекламы это сделать так чтобы они были кем-то востребован не очень нужно вот поэтому такая тема значит по поводу абсурдности ну что такое конечно присутствует но очень странно конечно такая абсурдность вот пожалуй тут единственная такая более-менее понятная тема по поводу цветов то что если вы хотели все это как-то с ними работать есть проблема то что у вас получается ну прям сильное противоречие кожи и цветов которые вы используете зеленый с человеческой кожи крайне тяжело сочетается и поэтому переходы получаются очень грубые и смотрится это прям прям скажем не очень хорошо поэтому а если вы хотите прям вот работать с цветными фонами с цветными цветами то мне кажется имеет смысл людей оставлять все-таки нормальными либо просто полностью их закрашивать этим светом пускай они будут целиком тонированы вот и либо оставлять их нормальными потому что сейчас смотрится это как брак но то есть вот прям смотрится переход такой прям очень агрессивный хоть он вроде вблизи то не такой сильно прям заметно но когда картиночку отбегаешь прям переход смотрится очень 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 грубо и очень некрасиво смотрится как брак вот и здесь это тоже смотрится не очень хорошо и здесь тоже очень смотрится то есть вот как-то пережали с этими цветами и я бы лица оставлял бы нормальным то есть вот не не пытался бы их вот так вот закрасить оставлял бы их нормальным то есть как-то какой-то источник света рисующее до который бы стал бы на людей именно на лицо на человека да и он бы сохранял нормальный а именно все цветовые эффекты оставлял бы где-то сзади там по бокам на и чтобы них смягчить влияние на лицо особенно вот и тут уже потеря пошла детали то есть вот такой прям красный которым фактуры начинают пропадать то есть они здесь есть ну вот прям от реально вот здесь вот на грани фола тоже не очень хорошо вот в целом пока из того что видно вот эта фотография пожалуй по цветам самый лучший но здесь очень странно стене внизу что такое прям очень странно такая история понятно что это тень от самого фрукта который но смотрится крайне странно крипову как сейчас любят говорить да криповая тень такая вот внизу да вот который образуется вот чего-то от апельсина от куска вот поэтому ну что можно сделать вот если вы хотите фуд фотографии заниматься то ваша задача работать красиво с едой люди как бы вторичные а красиво работать с едой подразумевает то что вы находите прям реально овощи и все фрукты чтобы они смотрелись прям вот очень вкусно и очень аккуратно то есть задача food фотографии именно показать еду хорошо чтобы захотелось ее съесть сейчас вот я не могу сказать что у меня захочется съесть вот такой вот овощ который выглядит таким грязным на срезе до который выглядит таким вот уже вялым и неаккуратным и некрасивым да и вот это все подвядшая такая зелень который начинает смотреться очень ведь она уже такая завидают это петрушка да и не смотрится аппетитно это зелень до неаккуратно то есть вот food фотографии этому уделяется много внимания то есть если вы хотите прямо в этом направлении работа как правило там чтобы сделать фотографии одного овоща или фрукта покупает целый ящик или приносит целый ящик выбирает самое лучшее плюс там есть куча нюансов которые позволяют это все сделать красиво что-то обработать что-то где-то накапать где-то там на набрызгать где-то стереть где-то там подкрасить и все это очень-очень-очень очень много всего есть нюансов потому что сейчас получается не аппетит то есть не выглядит симпатично не выглядит красиво зеленая дыня она не выглядит спелый вот отсюда получается что и вообще дыню очень сложно фотографировать да потому что она такая внутри на срезе поэтому если вам это интересное направление то я вам рекомендую у нас live classes есть классы николай мирского насколько я знаю да целый прям набор классов есть и там вся эта тема может быть хорошо можно посмотреть как он снимает еду и посмотреть как он работает со светом да вот я думаю что будет вполне логично туда заглянуть для начала там разобраться с едой вот на live classes николай мирский можно посмотреть предметную фотографию в целом можно посмотреть только еду там очень много прям целый набор может вот потому что сейчас это не очевидно что это прям какая-то классная штука в силу уже говорил до того что свет очень агрессивно переползает и в силу того что овощи решительно не аппетитный выглядит тут но на мой взгляд а это главное фотографии так это какой-то макро мир жабы птички красивые закаты может с вами обсуждали птички опять это все очень здорово это относится к разряду информация полезная информация да то есть люди любят смотреть такое вот поэтому эта тема интересная вот но правда аудитория не очень большая потому что не так много людей любит смотреть на разных птичек любят смотреть на разных птичек когда они что-то делают что-то делают ведут себя помните как человек вот тогда все очень здорово то есть когда они там ведут себя как люди на прогулке туда сложив руки за спиной тогда все получается очень здорово вот так вот такой вопрос что мило говорит что не очень понятно как выделяться фут фотографии вот фотограф очень много посмотрите николай мирского класса там принципе вам будет более менее понятно а дальше уже смотрите выделяться да это очень сложно в любом виде на выделяться сложно то есть попробуйте в портретах сейчас выделиться хочешь что-нибудь много людей снимает портрет но как-то получается выделяться как-то у людей получается выбираться почему потому что делать что-то такое, чего раньше не делали. Либо чего раньше не делали, либо чего раньше делали, но не так делали. Либо то, что может представлять острый социальный интерес. То есть много вариантов, может быть, как можно выделиться. Нужно искать свой стиль, нужно искать какую-то свою нишу. Я думаю, что это прям отдельная тема для большого разговора, которую можно долго и продуктивно вести, потому что там есть много чего обсудить, и явно точно не сегодня. Мы можем обсудить. Самый простой вариант, вы изучаете, ну как сам, он не очень простой, он очень сложный вариант, но самый такой с точки зрения логичный, самый понятный. Вы изучаете то, что делают другие люди в этой сфере, делаете то, чего там не делают. Это способ выделиться, это не значит, что это привлечет к вам клиентов, это может быть, что не будет сразу клиентов, но способ выделиться, способ сделать что-то такое, на что обратят внимание, это будет очень здорово. То есть вот, что они делают, вот для этого нужно сначала изучить, что делают. То есть просто взять и проштудировать, а что делать, а какие есть варианты. Вот это делают, вот это делают, вот это делают, значит вам в этом направлении не то, чтобы не нужно идти, а то, что эта ниша будет более конкурентна. Чего делают больше? Вот как делают больше? Это анализ. Вы садитесь и начинаете анализировать. Вот есть хороший фудфотограф, вот есть еще и вот еще. Вот есть, не знаю, сайт, где много фудфотографий. Начинаете смотреть. Вот они делают так. Все смотрите, вот у них пошел тренд, они делают так, вот этот делает так. Значит вам в этом направлении не то, чтобы не нужно, но маловероятно, что вас заметят. Если вы сделаете еще одну работу, причем начинающий фотограф, еще не обладающий опытом, будет делать, естественно, какие-то ошибки, это нормально. То есть не нужно от тебя переживать, комплексовать, это нормально, потому что все делают ошибки поначалу. И поэтому выделиться вот в этом направлении будет тяжело. Значит, что нужно сделать? То, чего не делают. А вот тут надо подумать, что не делают. Или чего мало, или чего там не востребованного. Попробуйте в этом направлении сделать. Все снимают фудфотографию очень красиво. Вот мой совет, да, такой вот. Я бы что сделал? Я бы сделал бы наоборот увядающее, вялое, тухлое и попробовал бы вот в этом направлении сделать. Да, это может быть неаппетитно, но, по крайней мере, это совершенно перпендикулярно тому, что сделать, да, или там объедки какие-то, надкусанные вещи. Попробовал бы сделать, раскрошенные батоны, да. Как дети едят батон? Знаете, да, вот как это бывает, когда ты идешь из магазина с батоном хлеба, а вот у тебя батон хлеба к дому оказывается половиной батона хлеба. Да вот, может быть, в этом направлении попробовать. Здесь вкусно показать вот ту самую ситуацию, когда ребенок донес только пол батона хлеба. То есть вот старый какой-нибудь там пакетик, которые там были в булочных раньше, да, там вот, и, не знаю, там, отъеденный батон хлеба, стакан кефира отпитый, да, и вот уже получаем ностальгический натюрморт, который у многих людей вызовет, ну, реально воспоминания, да, потому что очень много людей, ностальгия, это очень мощный драйвер, вспомнит, как они в детстве шли с этим батоном, да не донесли его, не смогли его донести. Есть, кстати, вот на Ютубе очень много тоже интересных подсказок. Я, например, натыкаюсь и все время не могу, смотрю до конца, но там, правда, видосы, и кто это, я даже не знаю, даже не могу вспомнить, но просто не могу остановиться, потому что какой-то мужик на природе жарит еду. Вот, он обычно делает что-то такое довольно простое, там мясо, да, там какое-то на углях или что-то еще, он прямо там не показывается лицо, там ножик все время режет какую-то еду, и вот он типа режет-режет, бросает, жарит, там типа заливает, там что-то делает, и вот он делает все на природе, то есть у него вместо разделочной доски камень, да, у него вместо там стола, у него там просто природа, да, там, вот, и вот тоже фишка, он делает вот что-то простые какие-то вещи, но смотрится прикольно. А вот опять же, давайте еще, мозговой штурм. Есть Юлия Высоцкая, прекрасный совершенно персонаж, невозможно ее не выпилнуть, в свете фуд-фотографии, потому что недавно она как раз очень даже неплохо завирусилась с двумя такими прекрасными сюжетами, с приготовлением сырников, которые не выглядят как сырники, а выглядят как какая-то размазня, да, и второе, то, что она сделала, она сожгла на углях крылочки с беконом. То есть у нее получилось такое простое блюдо, сделать совершенно неаппетитное, не круто и не классно, но смотрите, вот это же тоже прикольный момент, я думаю, что, конечно, она, ну, не думаю, что она там специально думала, что она сейчас завересится, с этой темой, и что будут ее обсуждать. Я думаю, что она делана от чистого сердца, то есть на полном серьезе, что вот такие сырники, вот такие сопли несъедобные, да, вот они, что они вот такие должны быть. Но, смотрите, ведь ее все обсуждают, вот, и про нее все говорят, про нее записывают видосы, там записывают эти дисы, да, на нее там, на то, что она там наделала. Я, конечно, еще раз повторюсь, далек от того, что она сделала это специально, хотя они допускают такой момент, что возможно, что это было тоже какой-то умный, ну, нет, нет, конечно, не такие умные люди там. Но если подумать, то это, в общем, не правой ход, это довольно интересная тема, показать работу повара неумехи, да, или человек, который там все сжег, если сможете это круто показать, интересно, с хорошим светом, с хорошей подачей, да, но показать, что прям реально вот взяли и сожгли всю еду, вместо того, чтобы приготовить, то это будет фишка, то есть это будет то, на что обратят внимание, потому что вы сделаете перпендикулярно тому, что есть. Есть тренд. Все делается вкусно, аппетитно, все такое сочное, там масло помазали оливковым маслом, там получилось все очень классно, а вы взяли и сделали как а-ля Юлия Высоцкая, рецепт, да, хоп, крылочки сгоревшие на огне. И вот такая, ммм, какая вкуснятина, да, и если вы сделаете это на полном серьезе, на серьезных чах, но при этом дадите людям показать, что это юмор и что вы обыгрываете какой-то контекст, то вот вы сейчас влетите просто как метеор в зону фотографии. Ну, как минимум, вероятность такая есть. Так, ну, я вам предложил несколько вариантов, а вы должны дальше уже. Так, с птичками, я думаю, понятно, с природой все тоже понятно, все очень красиво, все очень здорово, закат на проблема, потому что камера не тянет. Вот она проблема, здесь выливается, чуть смещаетесь правее, хотя бы, чтобы этого блика здесь не было. Ну вот. Она не специальна. Да ну какая она специальна? Да нет, да нет, Елена. Знаете, что ходит как утка и крякает как утка, и выглядит как утка, то утка и является. Ну да, Сергей предлагает такой вариант, да, в принципе, близко, близко, да, только нужно тут найти тонкую грань между совсем плохо, как это получилось у нее реально, и совсем плохо, когда это выглядит как стеб, когда это выглядит как стеб, или когда это выглядит как прикол, и тогда это вот и есть шанс, то что вы сможете в этом хайпануть, как говорят, да, на этом. Ну, то есть хорошие фотографии, как я уже говорил, да, птички, жабы и крабики, вот, но интерес они будут представлять для тех людей, кто этим увлекается, для тех людей, кто природными этими фотографиями занимается, а это не так много. Так, вот какой-то дядька, что мы можем сказать, глядя на эту фотографию, ну, дядька, в принципе, нормальный. Я не буду сейчас открывать уже комментарии, потому что смысл понять, да, здесь вот стоит дядька. Вот, видимо, это какой-то повар, я так предполагаю, кому это будет интерес, самому повару, кому еще будет интерес, никому, скорее всего, да, потому что, ну, дядька и дядька. Вот, а что бы то было интересно, сделайте вот хоро-хо, хайпаните вот на этом самом как раз, то, что мы говорили, Юлия Высоцкая, сделал что-то такое, стоит, такой жизнерадостный, красивый, да, вот такой улыбкой, да, стоит с блюдом сгоревших крылышек. Ну, круто же, да, вот. А просто дядька на фоне, ну, дядька на фоне, к сожалению, не очень понятно, почему это зрителю должно быть интересно. К сожалению, не факт, что это будет интересно. Так, девушка, которая поджигает свечку и держит свечку как сигарету, а у нее торт, а она в очках. Ну, давай все-таки почитаем, потому что слишком загадочная получается история Бенджамина Баттона. Вот, давайте посмотрим. Предполагаю, что это где-то очень загадочная история. Так, девушка беременная у нас первая идет. Давайте посмотрим. Девушка беременная. Беременность отличный. Период, запомните его в снимках. Сексуальный через образ модели. Ну, смотрите, беременность, конечно, это прекрасный период, и тут есть люди, которые разделят, есть люди, которые не разделят эти моменты, но в целом это природное явление, ожидание ребенка, это очень важное событие в жизни людей, поэтому все хотят запомнить это важное событие, но оно довольно интимное, оно довольно такое вот для тех людей, кто реально в этом процессе участвует, да, всех остальных, это не очень важное событие, потому что, ну, как бы, если тебя это не касается, то тебе-то что с этим делать? Ничего с этим не поделать, никак с этим не прожить. Вот, поэтому эта фотография, она такая, может быть, для семейного альбома, да, если вы хотите ее как-то выдвинуть из семейного альбома куда-то на всеобщее обозрение, то имеет смысл искать какие-то образы, которые были бы более, более такие интересные всеобщие, да, вот, и тут как раз, наверное, нужно искать какие-то образы, которые были бы именно вот понятны людям, то есть вот та самая история, которая, говорится, да, что беременность может быть сексуальной, она была очень неплохой, и не лейбовец, показана, когда она сделала фотографию Деми Мур, беременной, там, на предпоследнем месяце беременности, была Деми Мур, и она была на обложке Вентифейр, и это было, если мне память не изменяет, где-то в 90-х годах прошлого века, ну, примерно где-то там, вот, и, собственно говоря, дальше уже что-то сложно в этом направлении как-то двигаться, да, и для отдельных людей можно сделать что угодно. Если вы хотите выйти на эту, с какой-то мыслью, вам нужно искать более яркие выражения, то есть просто перчатки, надетые на руки, которые носят там модницы, оно ничего не дает, то есть дает какое-то странное ощущение, то есть ты женщина беременная, вдруг надела какие-то перчатки, зачем ты это наделал? При этом вокруг это все такое бытовое, то есть вот видно кусок кровати, обычная мебель, да, где-то в обычной комнате снято, да, и зачем это все в обычной комнате стоять в таких перчатках, сразу возникает какой-то такой диссонанс, да, то есть вроде бы как это дома, вроде бы как какой-то халатик или что-то рубашка какая-то, да, вот непонятно, да, что на ней надета, рубашка какая-то, да, и при этом эти перчатки, которые не вяжутся, и при этом кусок кровати, который диванов, на котором спят, и получается такое, типа бытовая фотография, которая с претензией на небытовую, вот, И это очень сильно ломает зрителя, поэтому если вы снимаете в бытовых условиях, снимайте бытовые сюжеты. Это будет гораздо проще, гораздо легче, гораздо более понятно для зрителя. Не пытайтесь сделать гламур в обычной, условно говоря, трехкомнатной квартире, даже хорошей. Это очень тяжело сделать и практически не получается ни у кого, и в основном это вызывает смех. Например, как у Юлии Высоцкой, когда она пытается сделать сырники, вызывает у всех смех. Сразу вспоминается вот это объявление у повара, да, типа, там, правда, с матом, да, то есть, опять поступила жалоба от этих самых клиентов, да, что мы не умеем готовить сырники, да, чтобы завтра все в 8 утра были на свечании, будем учиться готовить сырники. Это повар в ресторане вешал объявление, там с матом очень смешно, только можно найти его. Вот, оно довольно известно. Вот, поэтому, вот тут, да, нужно всю эту тему, конечно, искать золотой середины, потому что сейчас получается очень странно. То есть, будучи дома, на фоне дивана девушка надела перчатки, такая, типа, никто не заметит этого? Заметит, и все это увидит, и все это будет бросаться в глаза, это будет смотреться крайне крипово, крайне странно. Вот, если вы хотите разговаривать про сексуальность, то какие-то прикрытия или какие-то там жеманность, она не работает. То есть, вот тут такой период, когда вот эта вот уже полуприкрытость, она уже не работает. То есть, вот в плане, если девушка, допустим, не беременна, она может там играть в недотрогу, может играть какую-то, изображать там закрытость, давайте сделаем загадку, давайте будет что-то скрытость, это будет очень здорово. То есть, в принципе, это работает, это хорошо, но в случае с беременностью это совсем не работает. Прям совсем не работает, то есть, как раз получается такой период, когда, наоборот, либо ты уходишь в какие-то семейные дела, заботы, и ты в этом семейном, либо ты, если говоришь, смотрите, я могу быть сексуальной, будучи беременной, тогда это должно быть манифестом, ну, на мой взгляд. То есть, должно быть таким именно ярким, открытым выступлением, когда человек говорит, смотрите, я могу быть сексуальным. То есть, не нужно вот этих уже полуприкрытостей, не нужно этого уже жеманства, типа, я покажу, но не покажу. Здесь это уже не работает. Ну, потому что вы должны именно выступить с манифестом, потому что это вот именно такая вот вещь, которая в умах многих людей, она, ну, не стыкуется. То есть, те говорят, что, типа, ну, раз ты беременна, значит, ты уходи вот спокойно в домашние дела и не высовывайся. То есть, нечего теперь скакать по мужикам, все, ты уже там свое отбегал. Ну, условно говоря, как говорят, люди такие дремучие. Вот, и поэтому им нужно на отмышь показать, нет, может, может, да, а для этого нужно это, чтобы было именно как вот манифест, на мой взгляд, выступить. Ну, моя мысль такая. Вы можете найти какую-то другую вещь, да, может быть, какая-то домашняя красота, но, опять же, тоже тема такая. Прикрытость здесь не идет, и перчатки такие не идут. То есть, это, получается, вещи, которые несовместимы. Так, дальше там, хотел показать, что фотографии с днем рождения могут быть стильными и дерзкими. Ну, не могу сказать. Почему? Потому что здесь барышня, которая курит не сигареты, а курит свечку. Вот, при этом у нее в руках какой-то торт, причем торт какой-то из магазина. Да, такой вот. Не какой-то там вот торт, а просто вот купленный, не знаю, там, в пятерочке или где-то еще кусок торта. Выглядит, я не знаю, где это сделано. Может, кусок торта был очень дорогой и купленный, не знаю, там, в азбуке вкуса, простите, я не знаю. Но выглядит это, что это дешманский контейнер для хрючевого, для еды. В нем стоит серенький кусок торта, неаппетитный. И при этом барышня в красном пиджаке курит свечку. Это дети так делают, понимаете? Дети так делают, они там курят конфеты. И изображают, что вот они взяли картофель фри, да, и они его курят. И там это прикольная тема, да. Но когда взрослая тетенька так делает, ну, это смотрится очень странно. Ну, вот прям реально странно. Вот. И если бы это еще было как-то как стеб подано, да, каким-то образом вы смогли бы как-то это показать именно из серии, что смотрите, мы вот там все понимаем, но мы хотим хайпануть и хотим стебануться, ну, окей. Да, это еще может быть как-то вот она там излишне жеманная поза, как-то там сделает вид, что она прям совсем такая типа рок-звезда или там звезда инстаграма, но она же серьезно курит свечку. То есть она прям на серьезных щах ест из пластикового контейнера торт и курит свечку. Ну, это очень странно. Ну, и зрители это так будут воспринимать. Так, тут что у нас? Это какой-то последний. Ну, семейные фотографии. Семейные фотографии, это все очень полезно для семейного альбома. Смело можно все это обрезать вот так вот, да, то есть вот это все не нужно. Это все не нужно, по большому счету. Вот это вот какая-то занавеска сзади не нужна. Вот, обрезаете так, у вас вся красота. При этом нужно поработать с динамическим диапазоном. Конечно, вот то, что выбивается у нас кусок малыша, это не очень хорошо. То, что занавеска превратилась в белое молоко, ну, это ладно, шут бы с ней. А то, что ребенка начинаете выбивать, это плохо. Ну, то есть нужно пригасить яркость света, как-то там поставить еще там рассеиватель один или что-то еще сделать. Ну, и тогда будет семейная фотография, которую может положить семейный альбом. Будет ли она интересна всем остальным людям? Нет. Почему не будет? Потому что я не знаю, кто эти люди. И вот зрители вот так писать, я не Антон Мартынов, а некое такое усредненное большое количество зрителей. Миллион человек, которые собрались в одного такую массу, и которые может говорить. Так она не может говорить миллион человек, а вот так может через меня ртом. И наносить мысль, вот тут человечка, человекообразная масса. Я не знаю, кто эти люди. Не знаю. Я не знаю, кто этот малыш. Не знаю. Что я должен по этому поводу? Непонятно. Ну, улыбнуться, ну, хорошо. Я улыбну. И зачем мне это нужно? Непонятно. То есть, меня не смешит эта фотография. Она и меня не вызывает эмоций. Да, потому что здесь нет смешного ничего в этой фотографии, скажет вот эта некая такая толпа зрителей. Да, здесь я не могу ни над чем посмеяться мне. Поэтому мне не смешно, мне не весело. Я не знаю, кто эти люди. Они смеются чему-то, а мне непонятно почему. Если вы хотите, чтобы зрители каким-то образом эту фотографию там полюбили, нам понравилось, то должен быть сюжет, который их развеселит, или который их заставит задуматься, или который заставит их о чем-то там подумать. Тогда будет хорошо. В противном случае не очень. Вот. Баранки. У нас это была фотография, по-моему. Где-то на каких-то, я помню, домашних заданиях. Вот. Опять же, это семейный альбом, но здесь с элементами какого-то декора, и там вот какие-то валенки, шапки, баранки, и все, в принципе, довольно неплохо. Да, вот здесь все весело, такие пупсики. Прикольные, конечно, подрезаны странные, композиция странная. Эти елки можно отрезать, они, опять же, почему сбоку эти люди непонятны, пускай они будут по центру, пускай они будут ярко и хорошо видны. Мы ни елок не потеряли, ни снега не потеряли, но при таком кадрировании лучше видно самих детей. Ну и опять же, мы уже говорили, да, чтобы это было интересно, но разыграйте какую-то сценку непросто. Ну, в принципе, неплохо. Нет, это хорошо. Вот в таком виде хорошо. Вот. Тут, видимо, какой-то портрет, тут что-нибудь. Показать красоту модели через позу? Нет. Нет. Ну, что это за поза вот такая вот? В чем здесь красота? Вот давайте подумаем. В чем красота вот такой позе? Шея не видно, да, она пропала, да, есть голова, которая растет из плеч. Вот так смотрит и вот так делает. Нет. Ну, красота через позу. Ну, я уже говорил, в принципе, заходите в интернет, любой там поиск по картинкам используйте, это вполне подходит. Вот. И в любом поиске по картинкам берете, ищите рисунок, девушка, штрихи схематично. Ну, то есть вот такие должны быть. Какие-то поиски, да где все это схематично. И там будет вам рисунок, который из нескольких там штрихов, из нескольких линий будет вам показывать, что считают люди красивым. Вот. Если вы сможете повторить эти, воспроизвести эти линии на фотографии, то это будет красиво, будет симпатично. Сейчас это не выглядит. Это выглядит довольно банально, такая поза, которую принимает там каждый там третий человек при фотографии. Плохой свет, к сожалению, видите, там у нас свет так падает, что вот этот глаз оказывается в тени, да, что не очень симпатично смотрится. Нос яркий, глаз в тени. В общем, тут много чего можно говорить. Сама фотография, на мой взгляд, скорее неудачная, чем удачная. И свет такой, что нос поджег. И что у нас тут такое еще? Еще у нас здесь. Ну, непонятно, каким снято. Ну, скорее всего, какой-то широкоугольный объектив, который дает большой нос визуально. Вот. Ну и так далее и тому подобное. То есть здесь нужно работать над... Там, чтобы посмотрелось красиво так, что у нас здесь. Здесь горы. Безусловно, очень красиво, все очень здорово, замечательно. Кто будет на это смотреть, не знаю. Вот. Я не могу себе представить человека, который бы схотел. О, я хочу такую фотографию посмотреть. Ну, тот человек, который сделал, или кто-то там ездил, катался на этой горе, ну, может быть, для него это воспоминание, опять же, связанное с чем, как он там провел время. Может быть, он увидит, скажет, о, класс. А я там отдыхал в 1958 году. Скажет, может быть, так. Вот. Но в целом, ну, собственно говоря, на этом все. Про пейзажи мы уже говорили. Так. Человек на пристани. Человек на пристани с собакой. Возникает, опять же, помните, мы говорили, собаки, животные, люди, взаимодействие. Хорошо, когда есть некая антропоморность. Когда есть ощущение, что это тоже человек, только он переодет собакой. И вот они взаимодействуют. Тогда это будет классно. Ну, в принципе, повторяться смысла нет. Люди на рынке. Люди на рынке, среди каких-то там, тыков, что-то еще, улыбающийся человек. Большинство людей скажет, ну, здорово, где этот рынок, могут вас расспросить. Вот. Ну, и на этом их интерес к этой фотографии, к сожалению, закончится. Красивый пароход. И какой-то вечер. Вот. Сложно сказать что-то по поводу этих фотографий, к сожалению. Вот. Ну, я уже много говорил, поэтому повторяться смысла нет. Да, то есть мы все примерно одно и то же ходим кругами. Вот. Здесь, в принципе, в этой фотографии есть небольшой момент, который вот эти смазанные фигуры дают, длинная выдержка. Она могла бы что-то сделать, если бы какая-то осмысленность в этом появилась, в этом брожении. Может быть, что-то появилось бы интересное. Так. Красивый пейзаж. Красивый, симпатичный. Про пейзажи мы уже говорили много раз. Чтобы пейзаж совсем заиграл, сюда нужно что-то такое добавить, чтобы явление, погода, не знаю, там, природа, снег, дождь, не так, град, туман, молнии бьют, да, там, извергается вулкан, вылезает водопроводчик из люка. Ну, что-то такое происходит. Добавьте сюда сгорбленную бабушку, которая стоит вдали, смотрит, внучечек не идет ли. Вот будет шикарная картина. Будет прекрасная картина, в которую вы добавите человеческий фактор, и он сделает снимок намного интереснее. И там бегущих детишек, которые бегут там на речку купаться, да, или там осень, да, или что там, ранняя весна, вряд ли купаться. Но куда-то бегут детишки там вдали, будет все прекрасно. Будет готовая работа, будет шикарная картинка, будет очень супер. Сейчас она такая, знаете, как заготовка картинки. Это очень пестро прям, все очень пестрит, все очень рябит в глазах. Какие-то люди вдалеке ходят, непонятно, что они нам должны сказать. Очень рябит в глазах картиночка. К сожалению, очень даже тяжело в нее смотреть. О, вот это красиво. Красиво, симпатично. И здесь как раз настроение, эмоции, да, вот как раз очень классно смотрится. такое мрачноватое, осеннее, все такое тяжелое, да, уточки плавают. Класс, вот это хорошая фотография. Женщина идет в плаще. Ну, собственно говоря, непонятно. Так, люди наливают кофе, классно. Барашки пасутся, козочки. Ну, в общем, здесь есть небольшой такой вот какой-то, какая-то фишка, но она некачественная фотография. Вот, кстати, редкий случай, да, когда у нас мимо фокуса. Обычно все присылают, где фокус, все резко, но она не фокус. Почему это не особенно интересно? Потому что зайдите в любую кофейню, вы там это увидите. Почему вот эту штуку нужно смотреть? Вот давайте, опять же, представьте себе, что вы не можете показать фотографию, ну, по каким-то причинам. Не работает интернет, да, зато работает телефон. И вы можете сказать словами. И вот вы куда-то сходили, где-то были, и вот вы другу сообщаете, где вы были. И что вы видели? И что вы видели? Я был в кафе и видел, как Борис наливает кофе. И что вам скажет друг? На другом конце телефона он вас слушает такой, скажет, ну, классно. Зачем ты мне это рассказываешь? Зачем мне это знать, что ты был в кафе и видел, как Борис наливал кофе? Зачем мне это знать? непонятно то же самое может сказать зритель зачем мне нужно смотреть на эту картинку где борис наливает кофе что я должен с этой картинкой поделать и как я должен не реагировать и равно как вот идет женщина размахивает пальто да то есть это распахнул пальто что я должен с этим сделать скажет человек и будет абсолютно прав давайте посмотрим описание что может быть там какое-то описание есть хитрое хотелось сделать что-то очень сложное или какую-то сделать вещь или что-то еще давайте посмотрим если там описание фото на пленочный фотоаппарат хотелось показать красоту дагестанской природы там в принципе есть вот дагестанской природы немножко есть в этом кадре но бракованный кадр так хотелось показать образ красивой девушки на этой фотографии нет нет почему потому что красивая девушка в понимании большинства людей во первых это лишние какие-то предметы объекты вот эти вот рамы да вот что не красит совершенно девушка какая-то бытовая совершенно история я бы искал бы фон где бы этого не было минимизировать фон убрать вот это все иначе вам будут вместо красивой девушки вам будут спрашивать почему-то криво окна поставили да и где вы взяли жалюзи и прочие разные ехидные комментарии будет отвешивать почему потому что очень много внимания на себя берет вот и если мы говорим про красоту есть абсолютно определенно понятные вещи все говорят там типа красота в глазах смотрящего ерунда это все на самом деле по поводу красоты в глазах смотрящего потому что есть абсолютно четкие критерии красоты они являются не какими-то там размытыми они не являются никакими там расплывчатыми они есть очень четкие они есть очень понятны и есть масса исследований когда показывают людям там фотографии красивых людей они говорят это красивые люди и при этом я сейчас не буду углубляться этих исследований довольно большое количество где прям вот действительно исследуется именно канона красоты и они есть это не и серии того что там типа а раньше в рубинске времена любили полных женщин ничего подобного то есть полнота имела социальный статус да это имел социальный статус полный человек который в достатке живет это был дополнительный бонус но это не значит что все любили полных женщин это очень такое сильное заблуждение да то есть как любили худых так и любят худых как любили с определенной фигурой женщин так и любят определенной фигуры женщин прошло тысячелетия это зашито у нас на подкорку это зашито у нас в биологических таких моментах и тут нету никаких отклонений в течение веков практически идеалы красоты не менялись там были нюансы но они не менялись и поэтому есть эти моменты если вы хотите говорить про красоту вы должны чтобы на фотографии это было видно если это видно тогда мы говорим да красивая девушка вы показали красивую девушку есть это абсолютно помните пум 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 ноги руки до соотношения талия бедра все это должно быть что мы здесь видим мы видим здесь девушка которая идет ты что у метали видно нет видно грудь нет видно бедра нет видно ноги нет что не видно на рука видно на такого с довольно большими пальцем вот шею видно нет а что видно лицо видно кусок ноги видно но но может быть не знаю там вот где-нибудь там в тех странах нужно чтобы женщины ходили сильно закрытый кусок ноги от колена до там бедра может быть и вызовет какой-то призвать приступ энтузиазма у мужчин но маловероятно так что но вот с этим нужно работать еще раз так еще одна пиратка но это хорошо это очень здорово да ты сможешь это смотрели пиратов таких пиратов всяких но я про это уже говорил в принципе классно да то есть идея классно теперь нужно придумать сюжет чтобы это было здорово так девушка балетная так что посмотрим давайте что написано здесь хотя бы идея создать воздушный нежный образ балерины попытка использовать мягкий свет ну балерина балерина ну девочка вот по поводу балерин ну конечно она в руках держит пуанты вот но смотрите если вы хотите работать именно с балериной то вам нужно придумать как вы покажете что это именно балерин то есть там сейчас получается девочка который держит план причем на самом деле она может быть были охотно верю настоящий может быть на вот но это может быть обычная девушка который держит план поэтому смысл именно если вы хотите балерин то нужно искать какие-то отличительные черты которые отличают балерину от обычного человека то есть обычный человек это я нападаю не балерина а что отличает балерина осанка умение держать себя какие-то может быть танцевальные позы какие-то моменты которые связаны именно станции да и что они там делают и так далее там подобно тогда вы сможете создать образ были потому что в противном случае у вас получается образ девочки которые держат в руках пуанты является она балериной не является непонятно если вы хотите светлый образ мне кажется спокойно можно одну ступень делать ярче вот убирать по краям темные вот эти вот вещи это не нужно над головой треть кадра потрачено впустую это тоже не нужно потому что зачем над головой вот это пространство на ничего не дает вот темные углы они дают мрак наоборот вот и девушка чем-то расстроен фотографии плюс свет такой скучный плоский и неинтересно с точки зрения света вот все-таки балерина это творческая какая-то профессия творческая какое-то дело и поэтому балерины они связаны с каким-то именно творческими изыскими образами и поэтому хочется чтобы свет здесь был какой-то более интересный ну в силу того что потому что это не бухгалтер который не хочу не обидеть никаких бухгалтеров но воспринимается в понимании людей как более приземленная профессия вот там может быть без него и освещению бухгалтер марина да потому что вот так случае с балериной мы ждем что такого более высокого более творческого более одухотворенного мы ждем хороший свет на хорошего света здесь вы нет хороший свет образуется когда у вас есть какой-то свет теневой рисунок появляются тени эти тени дают нам красивый сет теневой рисунок и они как-то красиво ложатся может быть там что-то интересно показывать смотрите очень много есть картин с балеринами это была очень тема в свое время очень модная танцовщицы балерины и поэтому очень много есть у импрессионистов работ на эту тему вот и берите черпать вдохновение там прекрасно совершенно образы которые прекрасно передаются там буквально несколькими мазками краски эту балерина показывает как она выглядит как она стоит как у нее ножки как они ручки и все сразу всем понятно что это были здесь непонятно какая-то такая мрачная фотография следующая прям реально депрессивного человека так что здесь написано было желание сделать работу в темном ключе в низком ключе не в темном ключе без точки белого с мягким светом почему с чем это связано что это дает смотрите вот такие вот задачи и серии я хочу снять в низком ключе ну хорошо снимите или я хочу снять с мягким светом ну тоже пожалуйста снимите даже кто же против то но какая в этом мысль да что что и что это должно дать зрителю ничего зритель это не даст то что вы отрабатывать какие-то упражнения но это знаете ты серию похоже на то что мне хотелось прийти в зале в зал и прийти там поднять три раза гантелью но захотелось вы придите в конце концов зал поднимите эту гантелью зачем людям то об этом знать не очень понятно или мне хотелось проплыть там два километра брасом например ну хорошо классно проплывите два километра брасом бассейне кому от этого какой-то интерес возник не возникнет от того что я проделал какие-то упражнения или кто-то еще продел какие-то упражнения поэтому смысл это обсуждает мне не очень понятно каждый прием должен иметь какую-то цель то есть вы делаете я хотел снять низком ключе без точки белого потому что вот это очень важный момент потому что это создает настроение депрессивного какого-то мрачного то есть опять 10 и вот это я хотела передать ты вот у меня была такая вот тогда это будет уместно то есть каждое упражнение делается почему-то есть очень много таких почему-то у людей много существует таких по ветре серии того что я должен сначала научиться что-то делать технически а потом типа я буду делать все прекрасное будет делать все замечательно есть такое мнение у многих людей даже что я вот сначала освою прием а потом меня будет красота нет это так не работает это не так устроено потому что если говорить про фотографию это примерно как бокс вы никогда не станете хорошим боксером если вы будете ходить зал и поднимать там гантели это поднимать гири потому что стать боксером вы можете только спрингу с другими боксерами вот да вам поможет поднимание гири она поможет вам лучше боксироваться это действительно так вы сможете стать более сильным станет более там выносливым да это вот все может вам помочь но это дополнительный фактор а главный фактор вы станете боксером то когда будете спарринговаться с другими точно так же вы станете хорошим фотографом когда вы будете выполнять творческие задачи не технически то есть не прием хотелось поснимать с мягким светом или хотелось поснимать низком ключе а когда вы будете делать прием для выполнения чего тогда вы станете фотограф тогда это будет действительно фотография потому что сейчас это упражнение сделали зачем непонятно еще одна фотография дарим так что смотрим что смотрим работа в темном ключе в низком ключе нет темного ключа нет светлого ключа нет белого ключа есть низкий ключ низкий не темный но не темно низкий так имитация света от свечи однако модель хотелось подсветить чтобы не было слишком темно науки но не очень получилось да почему потому что ну свет от свечи он обычно на он локальный он затухать должен у вас по мере удаления от свечи причем резко то есть если была бы свеча свеча если под нее свет был бы то рука была бы яркая а лицо было бы темнее а дальняя рука была совсем темный а здесь у вас получается такой свет который от фонаря то есть не вот свечи от фонаря свеча здесь вообще никак не участвует она ничего не дает вот в этой фотографии да поэтому если вы хотите сохранить свет от свечи во первых вокруг свечи такой прям должен быть glow свечения такой желтый здесь посмотрите такой очень хороший такой вариант должен быть во вторых должна быть от локальность вот и тогда будете хорошо то есть нужно строить кадр так чтобы свеча была ближе к лицу тогда будет более логично потому что в противном случае вам нужно сделать руку яркая лицо должно быть темным это будет против вашего сюжета но сейчас нет ощущения что это подсвечена свечкой к сожалению вот из-за этих вот момент плюс свет от свечи он очень теплый он очень теплый желтого цвета такого насыщенного желтого цвета оранжевого здесь холодный свет то есть прям все мимо мимо упражнение не выполнено к сожалению ой как много фотографий ну а цветы хорошо цветы давайте посмотрим цветы цветы еще собачка собачка ребенок какой-то пейзаж хорошо люди танцуют люди играют окей парк парк еще раз парк еще раз парк еще раз парк много парков люди гуляют ну что можно сказать первое что можно сказать что человек не может определиться 5 фотографий нужно будет 5 там написано пришлите 5 фотографий не больше 5 фотографий но тут у нас сколько 27 это что означает тоже нужно тренировать умение отбирать фотографии это первый момент то есть потому что какую фотографию смотреть зритель не будет на все на это смотреть мы это не очень интересно однообразная фотография да и вот если несколько фотографий про одно и то же вот человек так человек сяк да то никто это смотреть к силе не будет то есть выберите одну которая наиболее явно говорящий то есть вам нужно первый навык который нужно умение отбирать фотографии на 2 может с вами говорили про это много уже много раз с вами это обсуждали да то что важный момент который касается если животные то антропомортные если там дети то важно чтобы что-то происходило если парк погодные условия световые условия необычные явления необычные действия события тогда это все будет интересно о красиво красиво вот погодные погодные явления делать фотографии что необычный вот это очень классный момент мне очень нравится то что здесь есть люди шикарно очень здорово меньше хотелось бы где-то ближе но в целом очень хорошо мне кажется хороший кадр который спокойно можно повесить на стенку почему настроение эмоции необычное погодное явление вот такой не каждый день видишь и цвет и свет и все все сложилось в отдельную красивую картинку вот кстати неплохо несмотря на то что явно что-то снят такое бытовое до простым каким-то способом на не очень вырезана прям прям какой-то маленький кусочек почему не очень плохо потому что интересное действие что она там лезет смотрит да вот это прикольно вот ее действия события ну конечно не недостаточно интерес но тем не менее уже какой-то интерес появляется до дети которые как-то взаимодействие всегда смотрится прикольно вот и если вы будете дальше ловить эти сюжеты будет очень здорово пока такая заготовка и тут тоже какой-то прям качество такой низкая низкая то есть какой-то прямо реально из большого кадра видимо вырезаны маленький маленький какой-то кусочек прям вот такая картиночка очень маленькая вот но это пожалуй самая такая неинтересная среди этих всех фотографий да почему потому что какие-то люди сидят собакой поводырь судя по всему вот но вот тут вот эти два момента они интересны как качестве на поиска интересных сюжетов вот здесь как раз нормально вот надо вам дальше в этом направлении работать и ловить 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 дальше детей вот в нужных их действиях цветочек безусловно очень красив прекрасен замечательный кто будет на него смотреть там еще даже бегут бегут бегущим по нему муравьишками я не думаю что кто-то будет не смотреть почему потому что цветочков снятых самых разных ракурсах в больших количествах есть огромное количество удивите людей покажите что-то необычное необычный например макрофотографии когда вы залезаете макрообъектив внутрь цветочка и фотографируете как-то вот так зрители говорит ну и своими глазами это никогда бы не увидел а тут вы мне показываете все говорят у класс супер вот такая будет интересная тема а вот таком виде ну вот но неплохой вариант неплохая попытка неплохая попытка потому что здесь солнце выступает как нимб но неудачная реализация потому что здесь было бы хорошо именно превратить его совсем в ним по тогда человек который идет по воде это у нас очень-очень-очень хороший мощный образ можно было бы его эксплуатировать так игорь у нас в завод на вот я думал будут гонки тут завод ну в принципе прикольно мне нравится хорошо завод такой белый 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 весь все такое белое все такое у нас на и человечек здесь очень классно смотрится хорошим контрастным да хорошо вот как раз до большая махина чего-то белого такого работающую маленький черный человечек классно так не могу сказать это какой-то рабочий репортаж который будет наверно понятен тем людям которые здесь изображены возможно это будет заказ какой давайте посмотрим там же написано что чтобы написано масштаб завода на контрасте ночь хорошо она в принципе неплохо неземной космический вид производства ну в какой-то степени хотя нет вот в этом кадре закосплеили советский плакат с энергетиком возможно но опять же но это видим не то не здесь закосплеили так это что у нас за кадр напутанно что-то 6574 практически пойманный момент без постановки всем простите все равно с постановкой вы без постановки большому счету никому не интересно смысл поставь простой портрет начальника его коллеги на углиным перегружать начальнику я думаю это будет интересно возможно коллеги мало интерес потому что плохо видно или кто здесь начальник я не знаю вот в целом вряд ли кому-то будет интересно особенно учитывая что у человека есть головы идет труба и прям дым чувствуется что он работает такая сказки прям мощная труба с таким мощным дымом могут и посмеяться вот тут видимо с электриком окей в принципе нормально вот ну в общем есть что-то в этом кадре плакатное такое вот опять же нельзя сказать потому что плакат он должен какой-то мысль доносить задача плаката была таким помните говорю шершавым плакатом языком упрощенно доносить какой-то массе суть плаката вот здесь пока какая мысль доносится не очень понятно вот это на что кадр накидывает взглядом свои владения перед рабочей смены самой высокой точки предполагаю ну в принципе что то есть я бы только может быть снимал с более нижнего ракурса чтобы показать что прямо хотя тогда высокой точки не будет но может чуть пониже ракурс до чтобы он не попадался и темный на темный дальше подпадал темная на светлый силуэт на было бы лучше либо как-то фон это высветлить может быть получше по контрастнее сейчас очень неконтрастно вот это прикольно вот круто вот крутой кадр вот первый хороший вот это хороший они оба они кстати очень прекрасно друг с другом сочетаются если поставить их рядом они смотрятся очень здорово как пара прекрасная пара мне кажется очень классную не очень хороший кадр показывает маленького человечка на большом производстве даже 2 но это неважно круто хорошая картинка весенние пейзажи но про пейзажи можем очень много говорили поэтому смысла нет это же весенние пейзажи тоже мы говорили смысла нет повторяться ну вот мы все разобрали мы все разобрали мы все посмотрели в большие молодцы есть прикольные фотографии много симпатичных кадров мне кажется я видел вот поэтому что можно сказать что в принципе я думаю стало более понятно как устроена фотографии на что люди смотрят и в общем этому всему мы обучаем на курсах вот и про это мы все пытаемся я постоянно пытаюсь про это говорить постоянно про это алды чего вот есть еще раз скидка 20 процентов на курс которые у нас ближайшее будущее начинается до 30 числа у нас скидка вот и есть еще и купон с промокодом который пришел у вас на почту можете это использовать записываться и там я буду вас точно также разбирать фотографии точно так же буду ругаться бубните рассказывать как можно было сделать лучше на там будет больше возможности потому что здесь конечно очень много фотографий вот там больше возможности давать советы давать подсказки и те кто был то не дадут соврать да вот есть люди я вижу по крайней уже были вот и они знают как это все устроено все мы разбираем все смотрим никто не уходит обиженный вот и сегодняшний нет не вошли у нас же было там четкое условие до 25 числа вот сдавать работу вот все что было то что мне прислали то я и посмотрел вот но я думаю что смысл понятен время работает не очень хорошо для фотографа в силу того что у нас появляется помимо старых вызовов которые никуда не делись а это большое количество фотограф которые продолжают снимать появились новые вызовы новые вызовы это нейросети которые очень много сейчас берут на себя и поэтому если вы хотите оставаться в тренде быть интересным если вы хотите чтобы на вас смотрели на ваши работы обращали внимание вам нужно делать что-то такое что было бы интересно что интересное что вызывает эмоции заставляет людей что-то переживать какие-то ощущать эмоции что вызывает мысли какие-то идеи появляются и что дает полезной информации но в меньшей степени но это тоже может быть интересно тут спрашивают как выделиться при съемке животных ну смотрите елена все то же самое механизм выделения в любой сфере в любом направлении строится по одинаковым принципам принцип в чем заключается в том что вы на первым делом анализируете что делают другие люди то есть вот какие тренды какие есть вещи которые считаются классикой тренды это сиюминутная классика то что всегда востребовано то что всегда интересно что делают люди снимающие животных что они фотографируют что там интерес какие вещи интерес какие всегда пользуются спросом какие пользуются просто в текущий момент а дальше вы начинаете думать что вы можете сделать такое что не подпадает под эти вот момент что не подпадает и что не является трендом почему потому что то что трендовая того много в но это обычная логика обычная логика которая построена на том что много на это уже не смотрят чтобы победить среди многих нужно делать реально что-то очень крутое что требует многих лет изучения подготовки тренировки и так далее ну то есть если вы хотите сделать автомобиль условно говоря не фотографии заниматься автомобиль это будет более понятно вам нужно сделать что такое чего не то что вот конкурировать бмв с мерседесом хендайские стоит огромное количество производителей очень сложно они десятками лет тренируются они там десятками лет оттачивается производства пережили много кризисов много уже всякого дерьма съели на этих вот и собаку съели на производстве автомобилей поэтому вам в этот бизнес влезть вот так я типа буду еще один производитель с хода не получится можно как Gundy и в корейские производители вот они то 30 лет назад начали то какие то делать простые отверточные сборки потом сложнее 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 дошли сейчас уже собственного производства который конкурирует на равных с другим призвать все то что сейчас делают китайцы начали с простенький сейчас делать по сложнее 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 сейчас китайские машины уже постепенно становятся конкурентоспособны пока еще не стали но ну, они уже начинают там вид, да, свет, ну, это заняло у них тоже десятилетие, да, соответственно, вам такой путь подходит или не подходит, вы должны сами решить. Что можно сделать в другом случае? Есть Тесла, Тесла что сделала? Стали выпускать люксовые электромобили. Я очень сильно утрирую, очень сильно примитивно на пальцах, но такая вот штука, хоп, и все, мы в этом плане, они в этом плане влезают, потому что они делают что-то такое, что ниша не занята, да, это, может быть, казалось утопично. Кто-то говорил, крутил у виска, да, это не взлетит, никому это не нужно, все эти электромобили очень дорогие, но, тем не менее, при всем, при том, что у них хромает качество, у них не все хорошо там с производством, не все хорошо там со всеми моментами у Теслы, да, есть проблемы, и очень много проблем, но при этом про Теслу все знают. По капитализации она там, хоть и можно говорить там пузырь, не пузырь, она там бьет многих гигантов, и люди хотят, хотят машину туда, хотят, ну и что пойдет, вот так вот, в стороне мир, вот, такая вот тема. Да, Игорь, мы вам вернем ваши фотки, если хотите, скажите, куда вам выслать их обратно. Ну, смысл понятен, да, то есть, либо вы делаете что-то долгим, кропотливым трудом и постепенно поднимаетесь среди всех остальных, занимаете свое место, либо вы делаете что-то такое, что другое вы не, ну, другие не делают, да, и тогда вы делаете такую вещь, которая выступает в виде чего-то нового, чего-то необычного, и все говорят, вау, вы молодец. Ну, например, так. Ну, про это можно говорить отдельно, то есть, это тема, которая большая такая, для большой дискуссии, на эту тему надо, не знаю, тоже отдельный мастер-класс сделать или какой-то записывает класс отдельно, по поводу того, чтобы куда-куда влезать. И как влезать? Игорь, ну, у меня, к сожалению, нет этих фотографий, у меня даже нет доступа к этим фотографиям, даже при всем желании, если бы я хотел, я не смогу их разобрать. Так что выкладывайте, у нас есть чат фотографов, вот туда и выкладывайте. Так, очень здорово учиться в школе Profile School, я надеюсь, вы поняли. Обратите внимание, что я не один, вчера был Журавлев, сегодня я, завтра кто-то еще. Адмистратул Михаил, пускай меня поправит, да, кто там еще там дальше, на подходе на нашей галере, Челдриан завтра, да, вот, прекрасно, очень здорово. Он там будет рассказывать как-то практику ретуши, я сам записался, буду смотреть. Вот, надеюсь, что было вам полезно, вот, был рад вас всех видеть, и помните, что ваша фотография прекрасна, несмотря на то, что я бурчал, бухтел, то, что вы делаете, это классно, это очень здорово, и это очень полезная штука, и, конечно, продолжайте это делать. То есть не должно быть такого, что я вам, типа, наговорил, что эта фотография не будет интересной, и вы все, опустили руки. Ну да, если бы так каждый делал, то вот там не было бы у нас великих каких-то открывателей, да, и великих спортсменов. Ну, потому что первый раз не получается прыгнуть на метр высоты с места, не получается, да, вот, как Бубка, да, там, сразу на 6,5 метров, насколько он там прыгает с 6-м. Не получается, вот, а со сотого раза, со 1001-го получается. Вот, и продолжайте. Вот. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Вот, и счастливо, удачи.